Здравствуйте! Всех приветствую на нашем мероприятии БлокТок. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем разговаривать о будущем криптовалютного мира, о юридических вопросах, которые возникают, и о листинге ICO на различных биржах. Давайте познакомимся с нашими спикерами. Я думаю, давайте каждый из спикеров представиться и немножко скажет о себе, чтобы было понятно, из какой он среды и какие темы, так скажем, его лично интересуют, которые он представляет на этом мероприятии. И давайте начнем с нашего foreign guest, Стэн. Стэн, скажи что-то о себе, о чем вы слышите. И Диана будет перевернуть все. Hey, everyone, my name is Стэн. I am CEO and founder of Connect Capital. I'm also working together with the Adara team right now. Great. I've been in the space for a while, took a break for a few years, and then when everything started moving again and getting interesting, I jumped back in at the end of 2016. и я рекомендую несколько компаний сейчас, как Storm, Current, и сейчас, более recently, мы работаем очень близко вместе с Adara. Хорошо, хорошо. И давайте... Он сказал, что меня зовут Стэн, я CEO и основатель фонда Connect Capital. У них был перерыв в работе с 2016 года и сейчас они продолжают работать в качестве адвайзера для некоторых проектов, например, Adara. Ты работаешь также с другими компаниями? Storm, Current, Icon, и еще несколько проектов. Здравствуйте. Давайте перейдем. Здравствуйте. Меня зовут Сэн. Я из Америки, но я жил здесь в России уже 5 лет. Я работаю на фон в Великой Британии, называется The Coin Lab. Я инвестмент менеджер. Я раньше был трейдером опции и фьючерзи, а потом переехал в крипто в прошлом году. Теперь я работаю... Ну, я был адвайзером. Несколько проектов. И я очень рад, что быть здесь. Спасибо. И я пошел на Муну, на токен прайс, где вы были адвайзерами. Я встретился с командой Адаром. Это не так давно. И они взяли огромный проект. Но я встретил команду Адаром несколько месяцев назад. И думаю, что это очень хороший проект. И я очень рад быть здесь. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Игнат Бобрович. Я представляю компанию Андромеда. У нас есть бутиковый OTC-деск в Швейцарии с лицензией. Мы делаем инвестиции в ICO и мы инвестируем в пост ICO. Такое у нас интересное направление, в которое мы играем. И еще кофандер, собственно, проект называется 2G Nation из киберспорта. Если кому интересен киберспорт, то мы же можем пообщаться. Отлично. Благодарим. Всем привет. Я Ольга, CEO проекта Адара. Мы делаем финансовую блокчейн-экосистему, в которую входит биржа с необходимыми лицензиями для листинга security токенов. И также там у нас есть алгоритмический трейд и вообще много всяких интересных вещей. Думаю, сегодня обсудим. Отлично, Ольга. Благодарим. Привет. Меня зовут Андрей. Я работаю в компании Bitfury. Bitfury – это один из крупнейших производителей железа и чипов для майнинга. Но я занимаюсь не железом, я занимаюсь софтом. Я руковожу подразделением, которое делает продукты для публичных блокчейнов, для оракулов, масштабирование сетей биткоина и этериум и всякие такие штуки. Если вам интересно поговорить про такие вещи, как оракулы для этериум сетей, trusted data feeds, то было бы очень классно это обсудить. У нас несколько бизнесов здесь в России есть производство, вендинговый бизнес, киберспорт, кстати, тоже. Криптоисторию я пришел в 2013 году, первый биткоин был куплен, но как в бизнес вошли в эту историю где-то год назад. Мы начали с портфолио, но через некоторое время решили сфокусироваться на двух направлениях. Мы сделали несколько equity-сделок в блокчейн-компании и 32 сделки в токены на этапе sale и ICO. Собственно, это то, чем мы занимаемся сейчас. Я инвестор в компании пропи-эквити, я адвайзер из таких больших проектов metadium.com, он скоро, скажем, будет более популярный. Также адвайзер несколько фондов. Пока все. Очень интересно, я думаю, нам будет что обсудить. Так, господа и дамы, я вот хочу предложить, чтобы в этот раз у нас зал тоже активнее участвовал, и если будут возникать какие-то вопросы, мы кого-то будем подключать. Здесь много уважаемых людей, которые тоже иногда на сцене присутствуют. Если есть какие-то вопросы и темы, которые хочется поднять, не стесняйтесь, микрофоны в зале тоже будут. Так, теперь давайте начнем с главной темы нашего мероприятия. Это будущее ICO и та легальная структура, те легальные законы, которые сейчас приходят в наш мир, которые изменили уже, как мы видим, цену биткоина и, например, надежды на бесконечный неостановимый рост, который многие имели в 2017 году, они, так скажем, изменились на более такой здравый и зрелый подход, когда мы видим, что экосистема может меняться и что в нее вошли регуляторы. Давайте все вместе посмотрим на эту ситуацию именно с той стороны, как регуляции могут сейчас повлиять на экосистему ICO и проектов, в том числе на листинг этих проектов на бирже, потому что совсем не все так просто. И теперь мы сталкиваемся с вопросами, которые в феврале появились. Я думаю, все знают, что я выпустил несколько новых регуляций, которые задают вопросы потенциальным инвесторам, такие как прохождение KYC. Я просто не знаю, здесь можно очень много рассуждать. Вот интересная позиция каждого, как регуляторика будет меняться и какие, так скажем, самые правильные выходы в этом направлении мы можем найти. Я не знаю, с кого начать. Давайте также, Стэн. Стэн, did Diana translate everything well? Your opinion on the future of ICO and legal story? Really interesting. Okay, thank you for the translation. I think it's an interesting topic to see where the next months will be headed. I think it's a tendency that started, pretty much everyone is looking at what America is doing right now, because they're sort of the slowest to... Maybe I should... It's okay, almost everybody gets English. Yeah, okay, perfect. I think most of the countries are trying to regulate. America is sort of holding back. And I think the biggest impact in the next months will be the moment that America actually makes a decision and puts out actual guidelines and regulations. What date? Is it July? I heard some insight that in July it will be, like, fixed some... I think right now the SEC, and I'm sure Samuel can confirm, but the SEC is more like looking for a precedent, looking at something that's actually happening and going wrong, and then interfering, much rather than putting out actual guidelines. So, for example, if there's projects that are outright scams, they will interfere and say, hey, listen, this is happening. And based on this, we will put out actual regulations, much more than actively trying to manage. There are a few things that they're looking at, which is mainly... And that's something that a lot of people who are looking to do their own IC or being involved, they should take into account. It's more... They're really looking for how the money was taken in, in terms of KYC fully proactively trying to be compliant, making sure that whatever seems reasonable in terms of taking in money, that you actually proactively do it, so you know where the money is coming from, you do full KYC, AML, and understand what the purpose is of receiving in the money. Yes. I'll give you a question. Yes. Well, in terms of the situation, it depends on the US and its position, because they have a little bit of the requirements to the process of ICO. In the first place, it will be important to the question, how do they get the money? So, many ICO projects will need to prove it. And then, it will be necessary to take into account, how the process of QI-C was done. And also, to understand the goal, why it is ICO. This is probably a question, which is the pitch session. So, in the next few months, we are looking for some example, that they can, you know, punish or be strict or, you know, fines or, you know, put in jail even, yeah, some founders. But, what is your opinion? What is your opinion? What a percentage of ICO in 2017 are scams? So, is it hard to find for them? You know, I have some list. What kind of, how many percentage in 2017 were scams? Like, you know, that do nothing, you know, just close their website, and, like, are not participating. Like, your opinion. How many of ICOs? And I will ask everybody, okay? Because if you are invested in 32 ICOs, you know that some are just purely scams. Yeah? I think the beginning would be to define what a scam is. But, I think, to answer your question, based on my opinion, what a scam, I don't think that that many projects that we see on the surface are actual scams. What the SEC would see as a scam. Maybe, if I change the question, how much projects will have issues in the next coming year, on a legal perspective? 30, 40% of the ICOs of the last year? I would not be surprised if... Wow, wow. I mean, the SEC issued 120 plus subpoenas to ICOs. Yeah, yeah. I heard this. And I'm pretty sure that a large percentage of them will have problems going through this. I would not be surprised. Okay, great. Anyone else wants to chime in with a number? Yeah. I think it's about 30-40%. I think it's about 30-40%. I think it's about 30-40%. I think it's about 30% of the SEC can be a scam project. They probably won't be able to do the legalization procedure. I would like to say that the SEC primarily is ensuring the safety of investors. What we've seen in the past year, especially with the advent of the ICO, or two years, has been a complete disassociation of existing rules from how people were actually raising capital. So when you look at especially what was happening last year, people were saying anything that they wanted to to raise funds. They were raising funds from people all over the world with no distinction of whether they were accredited investors or non-accredited investors. Whether they had funds behind them, where the source of funds were. And from the SEC's perspective, this is extremely disconcerting. And what from your perspective? It's very disconcerting as well, too. I mean, obviously, as we become more professionalized and as we become more institutionalized, there needs to be specific rules which are already in place, right? So in the United States, we have, you know, if you want to raise money as a private company, you have Reg D. Or if you want to go to non-accredited investors, you can go to Reg A or Reg C. So there's specific rules which already exist and are already in place that you can go to and use and have been tested and tried. But people were expecting, like, crypto is something different. We create our own universe, you know, where it's freedom and you don't need to submit any paper, you know, just launch your website and start raising money, no? It's misunderstanding. In Russian community, I think this is the main idea, you know, you just need a website and some advertisement money, you know? It's very idyllic to think that we could self-regulate within, that we would be able to find all the bad projects. But at this point, with over 1500 different cryptocurrencies and more appearing every single day, it's too hard to discern the real ones from the not real ones. So there needs to be some regulator, which we already have regulators to step in and to provide certain guidance on. And can I ask you one question? You see, for example, SEC can regulate the project, but if it's a crypto project and they don't have even a structure, even a company, and this is like a bunch of guys, you know, like a team. Yeah, and to who is the like false that project did not succeed, you know, and whose money is this? They can be multisig, they can use Ethereum, they can use many wallets, they can be many, many people involved. So who is the responsible of the project? You know, when you have a structure, yeah, you have CEO, you have some bank accounts and you know who is responsible. But in crypto projects, sometimes the owner of the project even not on the website. You know, they have some advisors, they have some names on the list. They have some faces and publications about this project, but you'd never know who is behind the project. Do you understand this? Exactly. I mean, this calls for greater standardization of the ICO process. So we can compare pretty much everything to an IPO. In an IPO, you need to have an investment bank who provides their own reputation for your company so that you can get listed. Yes, they do the market making. Yes, they do the valuations. You know, we're going to need similar aspects from that part of the financial community to come in and provide it for the crypto space. So, you know, what has happened for the past two years obviously won't continue and has pretty much stopped in the past three months. The end of 2017 was where you saw a lot of the marketing campaigns stop. There was full implementation of KYC and AML and it's only going to become stricter and stricter. I kind of assume... So we need kind of similar structure like investment banks in crypto. Yeah, I think Adara is kind of this project that might be the ecosystem that evaluates. I assure that you are listing. NAMM is also doing kind of the same thing. So we have some bigger structure that already choose the project that are valuable in some ways. I mean, tying it in with what we're talking about tonight in security tokens, the big push is going to figure out how does a public company that's already listed on a stock exchange actually perform a raise so that they can go out and have a token sale or implement blockchain technology into their own companies? So let's say that there's one company that I know of right now that's doing this. So they're going to existing investors instead of raising capital to do an ICO. They're going to their existing investors. They're doing a PPM. They're going to be issuing new shares and that revenue that they capture from the share sale. So like share sale through the security token. So token is share. No, they're issuing more of their publicly listed share so that they can raise capital and then go do their marketing operations for their security token. Okay, great. Sorry for taking so much time, because there is not so many American citizens here. So I'll have to go over there. Yeah. So I'll have to go over there. So I'll have to go over there. I'll have to go over there. So I'll have to go over there. So I'll have to go over there. So I'll have to talk a little bit later, yes. It's actually a complicated topic, but I think almost everybody is doing English. Институализации ICO, что в 2017 не было четкой структуры, как именно его проводить и институализации, которая понадобится, соответственно, начиная с 2018 года, так как появилось уже более 500 криптовалют и нужно регулировать появление новых, потому что они вступают в конкуренцию, в определенные отношения друг с другом. Нет четкой структуры, как проводить, например, маркетинговую компанию. Многие тратят слишком на нее много денег, и в итоге от этого может пострадать продукт. Также он сравнил процедуру ICO с IPO, то есть где на себя риски брал инвестиционный фонд или какие-то стандартные инвесторы. Тимофей спрашивал о том, кто несет риски за ICO, то есть кто главный CEO, который часто может быть даже не представлен на сайте, потому что он нанимает адвайзеров, нанимает команду и так далее, или же это кто-то еще. И, собственно, этот вопрос будет регулироваться законодательством, я думаю, в частности США, так как оно наиболее авторитетное в ближайшие 4 месяца. И думаю, что будет достаточно четко структурировано, потому что также важно, кто и как проводит ICO, то есть, скорее всего, будет задокументировано, нужно будет документировать не только откуда ты взял деньги, но там являешься ли ты квалифицированным инвестором, вот как раз то, о чем Стэн тоже говорил, то есть, по сути, надо будет доказывать довольно много, то есть, чтобы у тебя были компетенции в зависимости от того, какую роль ты играешь в команде, и, соответственно, это все будет влиять на репутацию проекта в целом, и таким образом появится больше легальных ICO и меньше скама. Спасибо, Диан. Я думаю, почти все у нас понимают английский. Еще раз, вот я, как бы, with English, almost everybody is ok. То есть, если что, коротко переводи, и об основном Стэну. Окей, да, давайте продолжим. Да, ну, я, наверное, у меня есть два лоера для ответа. Во-первых, ну, как с точки зрения практического применения здесь и сейчас, ну, действительно, происходит история, что в разных юрисдикциях появляются разные проблемы. И, ну, на самом деле, в мире ICO мало кого волнует, что происходит в России, да, всех волнует, что происходит в Штатах, да, потому что все же… В Китае тоже, наверное, да. В Китае тебя волнует это отчасти, потому что, ну, от того, что ты, от того, что правительство Китая будет на тебя обижено, тебе ничего плохого не произойдет. А китайский инвестор все равно тебе перечислят свою криптовалюту, да. Да, да. А то, что ты с правительственными Штатами скажешь, что ты нехороший человек, и надо тебе ордер выписать, да. Могут в любой стране мира практически. Да, ну да, это как бы, вот, поэтому с первой точки зрения, что происходит, да, ну, есть рассказ про, ну, я перейду сразу на второй лойер ответа, потому что, мне кажется, на самом деле, то, что происходит с ICO, это то, что происходит вообще, в принципе, криптовалюта versus, крипто, DLT slash blockchain мир против традиционного мира, да, потому что, ну, когда они рассказывают, что защищают инвестора, все такое, ну, на Форексе разрешают играть в лотерее, разрешают играть, да, ну, как бы, сори. Я тоже вижу здесь какую-то не до конца честность. Нет, ну, смотри, ну, в США, США занимается тем, что защищает традиционную архитектуру своей экономики и своей гегемонии в глобальном мире, да, поэтому, конечно, они им пользуют эти правила, и эти правила, скорее всего, будут, ICO, будут очень похожи на микро-IPO, если не IPO, да, с точки зрения процедур, затрат и всего остального. И, конечно, в этом плане, что... Фильтр тогда банков появляется, и то есть... Абсолютно, но, что, in the end of today, что происходит, они... Они опять возвращают всех к тому миру, к которому они привыкли, к которому они хотят, да? Shell company, regulation... Да. Ну, а у США есть свои интересы, да, у Китая есть совершенно другие интересы. Китай запрещает ICO и все остальное не потому, что, ну, понятно, ну, наверно, нелико не секрет, что им не нравится, что деньги так выводить очень удобно, да? Поэтому у них совершенно другие интересы, да? У третьих стран другие интересы. Посмотрите, страны, у которых нет никаких интересов, у которых нет никакого мнения, они, в принципе, очень хорошо относят к ICO. Посмотрим на соседнюю Беларусь, которая говорит, приходите к нам, у нас все легально, полный легалайз, да? Посмотрите Австралию и Новозеландию, которые тоже говорят, мы, в принципе, вообще очень открыты, и там, не знаю, десять публичных компаний, сейчас просто помню, которые планируют делать ICO, да? И у них это абсолютно нормально, да? Они не защищают. Вот здесь именно, когда идет борьба, традиционный мир против ICO, те актеры влияния, которым очень важно сохранить свое влияние, они будут играть в эту историю, будут там импозить свои ограничения, чтобы вернуть всех в рамки, которые им удобны. С точки зрения фундаментального размышления, победит DLT блокчейн или останемся мы в прошлом мире, не знаю, победит блокчейн или нет, сколько блокчейн будет стоить до конца 2018 года, или во что инвестируешь, чтобы сделать Tenex, не знаю. Да, но с точки зрения, возвращаясь к практическому применению, нам как фонду или мне как представили проект, меня волнует, что делать дальше. Последние две недели, мы по одному из наших проектов, у нас в портфолио есть, например, один проект, Криптобанк, да? И они провели ICO, и мы сейчас занимаемся пост-ICO историей, и мы уже, наверное, с пятнадцатью юристами пообщались, из штатов, не из штатов, которые пытались понять, что нам делать. Они берут почасовую оплату, консультируют, и вы дальше можете консультироваться. С некоторыми в токенах можно еще договориться. Основной вопрос, который мы для себя задаем, у нас сейчас стоит задача заниматься дальнейшей дистрибуцией токена, останавливать дистрибуцию токена, выкупать токены, которые сейчас на рынке, потому что там есть какие-то риски. Все говорят, ну очень смешно, в прошлом году все говорили, есть Huawei тест, Huawei тест прошел, и прошел Huawei тест, все отлично. А все говорят, мы ничего не знаем, ну типа расскажите мне про свою utility, я потом расскажу про наше security. С этой точки зрения просто становится сложнее. Действительно, у нас после общения с пятнадцатью юристами, у нас до сих пор нет понимания выпускать security токен, заменять текущий utility токен как security, либо играть, как все остальные играют, считать, что все нормально. Это действительно создает непонимание на рынке. А так и все же в США, наверное, в плане денег уже становится никаким большим рынком, потому что я много проектов, например, в Сеуле встречал сейчас, которые делают роуд-шоу, американские проекты, которые едут роуд-шоу в Азию и дальше, потому что они не хотят принимать деньги от американцев. И вот реально все… Да, вот это вот типичный запрет для US Synthesis. Все, что сейчас говорят, ну то есть вот, например, одна из вещей, которые нам юристы все советуют, говорят, если вы делаете ICO, первое сделаете лукап на год, мы уже посмеялись, да, лукап на год, мы инвесторов, конечно, будут привлечь. Ну а вторая вещь – это пытайтесь сделать так, чтобы у вас не было американцев. И вот мнение расходится. Люди даже возвращают американцам деньги, уже собранные. Абсолютно. Вот сейчас мнение расходится. У нас половина юристов есть разные мнения. Одни юристы нам говорят, что окей, если вы обеспечили, что на уровне дистрибуции вы сделали все, чтобы не попали токены в руки американцам, вы сейв. А другие говорят, что, ну, ребят, если даже на вторичном рынке через три месяца даже один через OTC или через любой эксченж попал в руки одного американца, ну, у вас будут проблемы и это никого не волнует. Ну, могут быть, если он подаст любое заявление. Абсолютно, да. Ты даже на вторичном рынке, даже если ты продал. Вот как ты здесь виноват? Ты сделал все, чтобы не продать американцу, а здесь он попал… Почему тогда эфириум не привлекает нашим многожем Виталика? Что там на каждый эфириум каждый KYC проходит? Может быть интерес есть какой-то. Вот как-то странно, да? Тоже ICO когда-то было, да? Ну, кстати, надо перепроверить. Но там же локап на год. То есть локап на год же нужен для того, чтобы на тебя не распространялись проблемы сековские, которые… То есть если токен попал в руки американцу больше, чем через год от его initial появления в принципе, то тебе ничего никто не может сделать. Окей, сек тебя не может наказать. Спасибо. Я думаю, мы все сэкономили, да? Там несколько тысяч долларов на консультациях юристов сейчас. Спасибо. Что-то резюме такое. Ну, короткое резюме. Наверное… Ну, то есть те, которые на сейфсайде хотят быть, наверное, нужно ждать, что сделает сек и что сделает в остальных странах. Но мы же все понимаем, в какую игру мы играем, чем мы занимаемся. Поэтому… Да, кто не рискует. Надо взвешиваться за и против, смотреть, что происходит. А вот тогда еще все-таки тоже твое мнение насчет процента Scam ICO в 2017 году. А вот я как раз хотел сказать, что очень важно, смотря от какой базы ты считаешь. От базы ICO, которые были успешны… Ну, которые собрали деньги. Софткэп, хардкэп или где-то 75%. Вот опять же. Ну, честно. На которые не вернули деньги инвесторам, то есть софткэп хотя бы закрыли. Слушай, ну я видел проект, который сделали софткэп, хотя собрали они там, дай боже, 10% от софткэпа. Ну, как бы они дальше развиваются. Поэтому… То есть Scam только, когда много денег собрали? Нет. Ну, что такое… Знаешь, вот самый интересный Scam для меня – это EOS. Scam это или не Scam? Потому что, по-моему, половина криптомира считает, что это жесточайший Scam. Вторая половина… Я с Варимиром в переписке спрашивал, они говорят, не Scam. Ну, я тоже. Я их в Порто-Рик видел, говорят не Scam, говорят в настоящий. Они же настоящий, можно было потрогать. Да, ну смотри. Вторая половина криптомира, которая общалась, считает, что ее самая гениальная история, которая происходит, что они суперкрутые и вообще надо их любить. Где правда? Я не знаю, где правда. Ну, они уже нормально денег собрали, продолжают собирать. Они сейчас чувствуют, что у них все прекрасно. Ну, и резюмируя. Мне кажется, что настоящим Scam.Iseo можно назвать проекты, которые летом прошлого года появлялись, там, PesokCoin, завод Coin. Много же международных проектов, я просто весь лист очень подробно изучал. И вот есть куча проектов, в которых просто сайт уже не работает и вообще ни привет. Ну смотри, ну давай так. Мне кажется, что это можно сравнить… Наверное, есть проекты полные Scam.Iseo, когда чуваки создали веб-сайт и им какие-то простые идиоты выложились. Почему он потребил это слово? Потому что если ты не проверил бэкграунд, не почитал white paper, а просто посмотрел и посчитал, что будешь Tenex, ну можно пойти ролик скупить за 30 тысяч рублей на авито и считаешь, что у тебя все повезло. Может быть тебе повезет настоящее будет, но скорее всего это будет подделка. То есть проверяй, смотри какие-то вещи. Я не читал white paper, поэтому не знаю. А у меня есть видео? Вот если бы я на видео записал, объясняю, как работает. У SpankCoin классное видео объясняет. То есть у нас такие есть юмористические проекты, а вот все-таки, я так понимаю, вы именно инвестируете тоже в ICO как фонд. У нас есть ICO и есть пост ICO. У нас отдельное направление – это пост ICO. Мы подбираем компании, у которых не получилось ICO, но у которых есть технологии и есть команда. И мы делаем такой турнираунд и, скажем так, как феникс, пытаемся их вернуть из пепла. Интересно. Потому что как раз бывает, что самые умные, талантливые, у них с маркетингом плохо, они продукты делают, а продавать его не умеют. На самом деле у нас два проекта в портфолио, у которых капитализация раз в 15 ниже, чем их конкурентов. При этом у конкурентов есть красивый сайт и white paper, а у наших проектов есть продукт. Часто или одно, или другое. 6-9 месяцев впереди этих ребят. Закончим, что скам не скам. Были проекты, которые обещали многое, но не выполнены. Например, мне понятно, индустрия киберспорта – это был проект First Blood. Это пацаны в 2016 году одни из первых сделали ICO. Они подняли то ли 6, то ли сколько-то миллионов, но тогда эфир был вообще дешевый. Гипотетически у пацанов должно быть более 100 миллионов на счете. Они не сделали примерно ничего и ходят слухи, что они не сделали ничего, потому что вышло так, что то, что они обещали, было очень нелегал возможно и они спалили более 7 миллионов на юристов США. Я в коем вере, что это так. Могу ли их назвать скамом? Ну, наверное, нет. Ну, как стартап, да? Ну, не получилось. Ну, не полетело, да. 93 миллиона просто осталось на гармане, да? Ну, индустрия формируется. Ну, слушай, когда дот-комы формировались, там тоже плавно непонятного что и потом это разваливалось. Поэтому резюмируем. Я считаю, что проект, который действительно на полной чушь сделали white paper и собирали деньги, молодцы. Это, знаешь, как все равно продавать, я говорю, там роликсы поддельные, да, реплику или там биткоин. История, когда цыгане продали биткоин, да? Ну, смотрите, мы видим два принципиально разных подхода. Российский и американский. Вот американский подход, это когда закон, и если закон, то я обязательно на его стороне, потому что это всегда правильно. И российский, когда закон, то что нам просто мешает жить. Ну, слушай, нет. И если что-то получается обойти, то ты молодец, как бы, в принципе, потому что ты удачливый и предпринимательный. Я не говорю, что они молодцы, я говорю, что были люди, которые хотели, ну, то есть люди, которые вкладывались в scam ICO, а не вкладывались, потому что они, ну, в МММ тоже вкладывались, да? Да, то есть, что риски, да? Человек принимает на себя риски или, например, как многие рекомендуют, да, не инвестировать то, что ты не готов потерять, да? Выбери там 10% от своего бюджета и играйся с ними как хочешь. Еще раз, люди идут в казино. Ну, вот Россию сейчас закрыли казино, люди начали в Беларусь купить летать, да? Ну, ты же понимаешь, что ты проиграешь, скорее всего. Ну, ты хочешь. Ну, молодец. Давай, go for it. Ну, наверное, хотел бы закончить свое мнение тем, что, на самом деле, регуляция нужна. К сожалению, без регуляции никуда. И, на самом деле, что говорят, как раз, что все ждут SEC, вот реально, в США встречались, говорят, вообще рекомендуют пока не бежать с ICO, подождать, что скажет SEC, для того, чтобы минимизировать свои риски, для того, чтобы понять, вообще, куда двигаться дальше. Потому что даже сейчас пойти сделать регистрацию на SEC, сделать exemptions и думать, что у тебя все будет хорошо, ну, не факт. Поэтому, ну, и вот мы думаем, нам делать дальше сейчас, да? Или нам подождать? Ну, я думаю, давайте это будет лейтмотивом нашей дискуссии, потому что серьезные вопросы, правда, люди тратятся на юристов. У нас тоже в проекте те же самые вопросы. Я думаю, знаешь, хорошее ICO сделать ICO на юристов. ICO для них, которые… Да, отлично. Ольга, очень интересно твое мнение и вообще вот именно видение целиком всего процесса, как мы с легальной историей в 2018. На мой взгляд, все двигается в ту сторону, что ICO будут мини-IPO, если на момент райза денег нет готовой платформы, где ты можешь использовать свои utility токены. Потому что любое ожидание получения прибыли от токена, то есть, например, есть SEC позиция, есть, например, FINMA в Швейцарии. Мы просто в Швейцарии сетимся. FINMA, например, в конце марта выпустила свой roundtable о том, что любые токены, которые будут листиться на бирже и не используются уже на готовой платформе, готовым продуктам – это security. Потому что инвестор, покупая их, ждет пампа на бирже, что вырастет цена, соответственно, это получение прибыли. И как бы ты там не рассказывал о том, что я полностью utility, это не выполняется… Теперь будут по лицу, а не по паспорту. …не выполняются условия. Это все ерунда, на самом деле. Все знают, что ты залистишься, будет памп, и это как бы является ожиданием прибыли. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае, мы придем к тому, что токенизация заменит секретаризацию. Секретаризация адово устарела. То есть это высокие барьеры входа, это дикое количество бумажек и прочее. Это непрозрачные какие-то системы формирования. Все равно в IPO тоже бывает много таких веселых историй. Очень, да. Мы обманули инвесторов, подняли два ярда, а потом мы, оказывается, немножко финансовую отчетность поделали. То есть, в принципе, то же самое происходит в ICO, на мой взгляд, и мне кажется, надо создавать инфраструктурные проекты, которые будут помогать вот этот переход из секретаризации в токенизацию осуществить. В общем, чем мы и занимаемся. Поэтому, на мой взгляд, насчет вот скам истории, не скам истории, мне кажется, ICO и история с финансированием стартапов абсолютно same вообще. Стартапы тоже погибают. Мы все это отлично знаем. Все процентов стартапов, они умирают. Как бы у тебя есть, просто venture capital, разить гораздо сложнее. На мой взгляд, вообще схема финансирования, которая существует сейчас, когда ты, ну я там просто, у меня есть какой-то опыт небольшой в IT. И я много, да, десять лет. Я много поднимала раундов различных, и модель финансирования фиатной экономики классическая, она отвратительно устаревшая, она на самом деле убивает проекты. Потому что ты такой выживаешь, ты поднял так вносить 200 тысяч долларов, ты потом на эти 200 тысяч долларов такой выживаешь, выживаешь, что-то там показываешь, маленький revenue, потом идешь собирать там типа A-series, 2 миллиона. Это очень сложно. То есть ты должен быть просто абсолютно гениальным предпринимателем, чтобы у тебя был скачок такой раз, и ты там стал ердовым единорогом. Поэтому, на мой взгляд, история с ICO финансированием, когда ты сразу поднимаешь большую сумму денег, потом берешь, вот у тебя крутая идея, вот такая схема финансирования гораздо более бизнесовая, потому что ты можешь нанять любых самых крутых спецов на эти деньги. Вот у тебя есть хардкэп 20 миллионов, вот ты собираешь его на построение продукта и выстраивание бизнес-схемы. То есть ты можешь эти деньги потерять, но ты как стартап их можешь потерять, как бы в любом случае. Но у тебя есть больше возможности реализовать, потому что у тебя есть эти деньги, тебе не нужно биться лбом об стену и пытаться потом инвесторов как бы убедить в том, что тебе надо еще, пожалуйста, еще, еще мне нужно. Ольга, вот тогда вопрос такой. Вот как раз наш американский коллега сказал, что есть непрофессиональные и профессиональные инвесторы. И в новом законе в России тоже вот этот термин применяется. Когда мы работаем с VC, мы понимаем, что это точно профессиональные инвесторы. Даже если они ангелы, они все равно умеют дружить с калькулятором, умеют читать. Они там провели какой-то там дью-диллидженс проекта. А, так скажем, хомячки или непрофессиональные инвесторы, они просто не смотрят на проект. Ну, если честно, мы инвестировали в несколько ICO и, если честно, читать white paper времени нету. То есть, если есть человек, который… Токены-то уже продаются. Да-да-да, надо токены брать. Вот мы с EOS сделали там, по-моему, 3 или 4X. White paper хороший, большой, надо брать. Большой. То есть, здесь понятно, да, там известные люди, да. Уже не работает. К сожалению, когда большой white paper, это больше отвлекает. Я это знаю. Вот, да. То есть, здесь у нас это буквами не запугает. Вот скажи, а вот как мы перейдем именно в вот эту вот профессиональную подготовку, чтобы непрофессиональный инвестор был уверен, что ему точно не скам предлагают? Вот эти экосистемы. Я думаю, что все это обернется в платформы ICO, которые будут брать на себя риски за непрофессиональных инвесторов. Вот. То есть, мне кажется, это интересная тема. Такой посредник профессионал, который уже систематизирует, отбирает проекты. Мне кажется, что да. Это хорошее решение, потому что, когда кто-то профессиональный рекомендует тебе куда инвестировать, пусть это даже будет краудсейл. Никто не отменяет краудсейл. На самом деле, и в фиатной экономике это выглядит плюс-минус так же. Ты такой, Вася, пришел в фонд и говоришь, фонд, ты все знаешь, вот мои бабки, фонд инвестируй. Как бы, в принципе, это тоже самое абсолютно. Поэтому, мне кажется, и в криптоэкономике создастся какая-то похожая инфраструктура. Просто в чем плюсы блокчейна? В том, что это полностью транспарентно. У нас сегодня, например, была встреча интересная. Такая женщина инвестирует в акции, в фонды. В общем, она села и говорила, знаете, почему я хочу вкладывать в криптовалюту? У нее там очень большой экспириенс, она в UBS крупнейший клиент, один из крупнейших. Она говорит, знаете почему? Потому что я приношу деньги в фонд, и это просто черная коробка, где ты вообще не понимаешь, что с ним происходит. Они тебе такие, они в криптолокацию сделали 10%, сделали там 20000x, а тебе говорят, о, вы знаете, у нас в прошлом месяце 5% доходность. И ты не знаешь, на самом деле, какая это доходность. Правда или неправда? Я говорю, что это будет похоже на традиционные фонды, которые управляют капиталом. Но интересный вопрос, как эти фонды на самом деле будут регулироваться, потому что им один хрен надо как-то быть регулированными. И мы возвращаемся к вопросу о том, как и что происходит в Штатах и в какой юрисдикции это все должно быть. Потому что вот когда мы обсуждали, что иногда даже неизвестно, кто у нас там SEO и кто вообще работает в компании. Вот тогда, когда мы говорим о доверии, то эти вещи становятся важны. И мы говорим очень часто, что блокчейны это такие все транспарентные штуки и у нас как бы наша задача это как раз повышать доверие. Но когда мы видим рынок вот в таком состоянии, как он на самом деле был скорее в семнадцатом году, сейчас немножко поутихло, то сложно говорить о доверии. А кто хозяин Bitfury? Можно, мы нескольких людей знаем и каждый из них говорил нам, что ну я вот практически вот просто вот, да, да, да. Вот здесь по России точно главное. Там кто-то еще где-то в Беларуси. Основатель Bitfury Валерий Вавилов. Это публично известная информация. Отлично, отлично, да. Проверили. Проверили, да. КВС прошел, да. На самом деле про Bitfury. Bitfury очень, ну Bitfury работает с большим личным компанией, да, и Bitfury вообще большая компания. Bitfury присутствует там, я не знаю в скольки странах, ну больше 20 вам точно. И для Bitfury этот вопрос очень болезненный. У нас там не 15 юристов, а хрен его знает сколько там юристов, которые этим занимаются, потому что мы не можем позволить себе рисковать. То есть я понял, что зарабатывают на этих всех проблемах больше всего юристы. Да, конечно, американский юрист 200 долларов в час. Отлично, отлично. Ну вот, и мы не можем себе позволить вообще никакие риски, потому что мы большая организация, да, и мы работаем с большими бизнесами, ну просто мы не можем себе это позволить. Для нас это важно очень. И те компании, с которыми мы сотрудничаем, мы стараемся быть очень-очень аккуратными вот именно в легальном плане. Отлично. Ну что, продолжим тогда, чтобы к следующим вопросам тоже переходить? Да, конечно. Очень интересно ваше мнение. Уже достаточно много было сказано. Ну, пару слов скажу по поводу регуляции, тенденции, что мы видим со своей стороны. Я тоже согласен с тем, что ICO в нынешнем виде оно сильно изменится, это будет больше похоже на IPO. То, что мы видим сейчас, тенденция следующая. Если раньше можно было просто зайти на сайт, отправить эфир, ты через какое-то время получишь локацию. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас в моде и в тренде приватные сейлы. И скажем так, обычному небольшому инвестору, который там хочет проинвестировать 5-10 эфирам, ему все сложнее это сделать. То есть, как происходит сейчас. Сейчас компания собирает 30 миллионов. Она 29 миллионов соберет от крупных инвесторов, китов и стратегов. Один миллион для того, чтобы у них был комьюнити. То есть, тоже немаловажный момент, чтобы у проекта было комьюнити. Они комьюнити делают просто аирдроп. То есть, они продают за реальные деньги, они делают им аирдроп. Бесплатные токены, грубо говоря. Ну, грубо говоря, за какую-то активность. Там вступил в Telegram, получил токены и так далее, и так далее. И это у нас, получается, мы тогда, каждого клиента знаем лично, что это не американский гражданин. Если у него какие-то вопросы, мы с ним прямо можем связаться. И меньше шансов попадания под асфальтовый каток SEC. Все сложнее и сложнее проходит QIC-процедура, но самая сложная процедура, которую мы проходили через Bitcoin Swiss для проекта Zilliqa. Там практически те же процедуры, как на IPO, грубо говоря. Нужно показать, откуда деньги, что они не крадены и так далее. Деньги-то биткоины? То есть, они происхождение биткоина? Да, да. То есть, такая тенденция тоже есть. Поэтому посмотрим. Я думаю, такая тенденция сохранится. Что касается регуляции, я еще пару слов тоже скажу. Наверное, по поводу американцев. Есть один фонд американский. Он достаточно поспешил, регистрируя фонд именно в Америке, а не в другой юридикции. И, наверное, не буду сейчас называть. И сейчас постоянно жалуются о том, что никто от него денег не берет. И, соответственно, практически все сделки, которые они сейчас делают, они делают через другой entity на кайманах. Вот как так сейчас это работает. Поэтому… А вот интересно, я услышал, что у вас инвестиции в 30 ISO. 32. 32, да? Я специально перед конференцией посчитал. Получается, да. 32 ISO. Вот если даже не скам. Скам, не скам. Какой процент скам и какой процент, который дали плюс? Или какой плюс? Как ты это систематизируешь, чтобы понять? К счастью, большинство проектов дали плюс. И, как ни странно, может быть, достаточно забавная будет информация. Один из наиболее прибыльных наших проектов оказался наполовину скам. Ну, если знаете, Tron. Собственно, мы поучаствовали в ISO Tron. Скажем так, мы просто знали… У нас была информация… Да выйти, да? Сейчас что-то они пытаются сделать, но, тем не менее, пока… Не знаю. Ну, сейчас я не держу токены, скажем так. То есть, вовремя вышли… Да, это нормальная история. Ну, как бы… У нас стратегия такая. Если мы инвестируем в Экуте, мы инвестируем только в компании, которой мы глубоко верим, доверяем. Ну, такие как Пропи. Может быть, вы слышали Пропи. Была сделка на блокчейне на Украине. Как раз Майкл Орингтон покупал недвижимость. Вот, собственно, мы инвесторы в этой компании. А что касается токенов, ну, сами знаете, какой рынок. Здесь можно как бы и на Flip попробовать что-то получить. Можно и долгосрочно держать. Есть проект, который мы держим на долгосрок. То есть, мы проинвестили там в YSEO. Есть те, которые мы, скажем так, пытаемся понимать, какие маркетмейкеры занимаются. Если есть какая-то информация по листингу, можем через какое-то время выйти. Ну, из 32 проектов, так по статистике, где-то процент 5. Где-то проектов 5 нам не принесло ничего или мы зафиксировали убыток. В остальных, ну, из таких самых прибыльных, наверное, были Icon корейский, Powerledger, Zilica, Tron, как я уже говорил, Quantstamp и еще несколько проектов. Ну, кстати, австралийский проект... Иксы, не проценты, иксы. Или как? Ну, хорошо. Я тоже не буду говорить о том, что я всегда везде, ну, наша группа везде фиксировал все на самых аях, такого не бывает. Но если говорить про максимум, что могли дать проект, ну, Icon 100x, Tron 200x, Powerledger 20-30x, Quantstamp 9x, что еще? Достаточно. Уже это венчурный капитал, просто нервные там курят сторонки. Да, да, да. Как бы у меня есть партнер сейчас, он находится в Штатах, он со мной инвестор в пропи, в equity. Он до последней не хотел залезать в крипту, он говорит, ну, что-то как-то темное это все, но через какое-то время все-таки подумал, наверное, стоит попробовать. А вот такой сразу вопрос. Вот американский инвестор получил прибыль, вот он сейчас в налоговой декларации РС расписал свои доходы и заплатил. Даже если как бы это все в токенах осталось, не осталось, то есть вот… Да, он заплатил, ну, там у нас был небольшой выход из equity проекта, он заплатил 30%. Поскольку с токенами у него все сложнее, он сейчас на стадии переговора с юристом для того, чтобы это было, ну, скажем так, fully compliant. Понятно. Ну, для него это намного сложнее, чем для… ну, в этом, может быть, плюс есть, что мы в России живем и нам пока достаточно просто. Но мы в России тоже ждем достаточно, скажем так… В ближайшее время регуляции каких-то, да, все-таки? Да, мы ждем регуляцию. Я думаю, этим летом мы уже что-то услышим, первые законопроекты. Я думаю, это нормальная практика, но есть какие-то опасения. Просто, ну, из того, что я слышал, в государстве несколько, скажем так, игроков, там, Центральный банк, адвайзеры и так далее, так далее, они не могут договориться между собой и постоянно спорят о том, как должны регулировать стокены – это имущество, неимущество. Ну, в итоге, что-то, по-моему, они хотят сделать, что это какого-то рода имущество, но это не совсем правильно, поэтому… Хорошо. Давайте, да, у нас, может быть, еще отдельный будет вопрос, который именно будет касаться, как мы это все структурируем и называем. А вот мы сейчас вот проговорили один такой очень интересный момент, что все-таки все зависит от стран, да, какая страна, какие законы и какие юрисдикции, вот, может быть, какой-то такой блиц-опрос, какие там две-три страны, в которых реально сейчас стоит открывать компании под ICO и пройдемся, может быть, по всем нашим спикерам, и каждый выскажет, вот, какие страны мы сейчас вот реально рекомендуем, потому что, я помню, все очень активно ломанулись в Сингапур, потом там вроде как там Япония, Швейцария, и потом весь этот энтузиазм куда-то просто пропадает, да, то есть там из Сингапура кто-то поезжал, в Швейцарии тоже вроде как все строго, и вот у нас есть, да, наработки, кто-то там на юристов много потратил, кто-то уже сам юрист, да, у кого-то есть опыт там поездок по странам, и вот сейчас какие наработки, где правильно делать? Зураб, скажи. Ну, я просто тоже расскажу, я тоже двигаюсь в сторону, скажем так, создания entity, сейчас как бы мы группа, синдикат, который там, группа индивидуальных инвесторов, но мы в любом случае будем делать entity, и сейчас буквально сегодня мне пришел ответ от юристов, мы сейчас прорабатываем. В ответе, значит, следующее, есть вариант Кайманов, но там есть достаточно сложности с учетом, достаточно неплохая может быть история с Кипром у нас сейчас на обсуждение, а Мальта достаточно благосклонно к этой истории настроена, в Белоруссию я бы, честно, не лез, честно, ну просто некоторые вещи знаю оттуда, скажем так, они со своими этими пиар-ходами достаточно много людей туда заманят, но… Выйти уже будет сложнее, да? Там очень централизованная власть, а выйти, действительно, я думаю, там надо будет заплатить, чтобы выйти. В общем, мы туда не лезем, скажем, по нашему опыту. Благодарю, значит, тогда такой рейтинг у нас какой, значит, Мальта… Кайманов можно посмотреть, но это для проектов, для инвесторов пока сложно сказать. Кипр, Мальта… Так, отлично. Стэн, what is your opinion? I can comment. So, there's… Many of the companies have been set up in this kind of either dual system or tripartrate where you have the operating company which is actually separated from these utility tokens which they've created. Now, the operating company can be set up within the home country where they're at because they need to pay salaries, pay insurance, taxes. While the token itself is usually put into a non-profit foundation… Fundations, yeah. …or in a favorable jurisdiction that allows for no taxes or very limited taxes. I don't know how long that will continue to last. I think that the new regulations that will be coming will really be pushing a lot of these companies to come back either stateside or to their home countries. So, there's been a lot of growth in the discussions between the regulators. So, a good example is Malta. Malta is pushing forward, yeah? They want to make it more open, yeah? So, Malta wants to become the home not just specifically for blockchain but for the gaming industry using blockchain specifically. So, they're working closely with their regulators but also with the gaming authority. Gaming or gambling as well? Like gambling. Gambling both, yeah? Gambling. That's interesting, yeah. So, in the European Union there's a few major places where gambling licenses are issued. Malta is one, the Isle of Man, Gibraltar, those are the major ones. So, Malta wants to be at the forefront of being the blockchain gambling center for the entirety of Europe. So, they've been putting forward guidelines, they'll be voting on legislation here in the next month or two that will solidify themselves as a place for specific blockchain companies. Yeah, but jurisdiction is one question but also bank accounts is much more important now and everybody knows when even once we have a problem that in our name of the company there was Bit, the name, not Bitcoin, not crypto, just Bit. And we went through some banks and they say we don't open even with name with Bit accounts. And they offer us a BLV that already, you know, gone, this Latvian bank. So, also banks is very tricky story. So, we're not just open the company but also open the account, you know, that you can work with crypto, that you can bring money and change it officially. Is there any options, you know? Anyone? Yeah. 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 And, the question is, it's not enough to register the company, it's also necessary to register the bank account and get the same number Big. So, Timofei asks where to do it better, because it's not always true in a country, for example. Stan, can I answer your question? Can you answer the question? What jurisdiction do you recommend? Like one, two, three and what are the bets for crypto? Before I give the one, two, three, I would like to jump in on what Samuel said. I also think that a lot of US companies who've executed on an ICO did the tokens in one foundation and then a service agreement with the state side to have the employees and have the revenue. And I know that the SEC is essentially looking at not caring if it's outside or inside and just looking at where the employees are and where the founders are and where the operations are and then basing themselves off of... If I travel, I like to travel, you know. Yeah. But it's essentially, if you're in some form US-based, it doesn't matter if you have something outside of the US set up legally or not. Essentially, you're still a US company and that's sort of what they're looking at. And I think it's not necessarily a bad idea as long as the regulations in place don't kill the option of innovation and maintain the safety of the investors. Might kill it. Yeah. I mean, regulation is necessary. We're all just waiting for actual regulation and then we can move forward. Malta is really doing a really good job. I think Malta is maybe not... I think it's more like a shared second place and there's no top one right now. There's no great... What about Switzerland? It was like so publicly marketing this crypto valley, blah, blah, blah. And then it's just like not many people went there and set up companies there. I mean, Switzerland is a... They're striving for it to be a crypto valley, but Switzerland is also... They have a very thick foundational layer of generating regulation, but they're also slow. They're the Swiss. Try to move your address into Switzerland and then you know what I'm talking about. It's a hefty process and there's little rules for everything in Switzerland and it takes time. But once you actually create a foundational layer in Switzerland, you know that you have something secure. So I think Switzerland is definitely also in this second place. Gibraltar, I think they're really proactive in generating something together. Like there's a Gibraltar Stock Exchange who's really working on regulating the space. I think Malta, they've been, for example, in a different... Which is eSports. In eSports they've tried to be extremely proactive for eSports betting and gambling two, three years ago. They're essentially doing the same with crypto. So I think Malta is a great place to look for doing an ICO, Gibraltar and then maybe surprising, but I think Lithuania will be moving forward as generating a really good environment for... Not Estonia, Lithuania, yeah? Estonia is, I mean, yes, Estonia has their eResidency, etc. But Lithuania is really, like from a banking perspective, essentially, the Lithuanian bank is doing a blockchain sandbox. I know a few ICOs that have successfully received a bank account in Lithuania. So I think Lithuania is very forward moving on this. And then you have the usual Cayman, Singapore, Hong Kong. But, I mean, that's good for setting up something, but... Tricky, tricky, yeah. Like Bitfinex, my friends open account, open company, bring the account, but they cannot bring money there legally. So just like you're doing a lot of things, but you're not sure will it work or not. Like you're buying a car secondhand, you don't know will it drive or not. Да, я кратко суммирую. Говорили уже, Стэн подтвердил, что Мальта подходящая страна для того, чтобы открыть там компанию и зарегистрировать номер биг счета. Швейцария, в принципе, да, там процедура усложнилась, но ты можешь быть уверен, если ты там открыл компанию, зарегистрировал счет, что ты находишься в надежном месте. Дальше, в принципе, он назвал Литву, да, у нее тоже перспектива, как он считает, в том, что будет достаточно комфортно там открывать компанию и счет Эстонии. Достаточно сложно все равно остается получить именно вот банковский счет там, ну, открыть. Но можно, и, it's easier, right, to register the company? Да, компанию просто. Я думаю, нет ответа, я думаю, по этой вопросе, мы просто спрашиваем, да, мы пытаемся найти способ. Может, это будет изменение? Ну, это будет ослабление, или? Да, но также по-прежнему остается Сингапур, Гибралтар, Гибралтар и что-то еще. Благодарю. Так, кто еще у нас, you have something dead, yeah? Да, я думаю, что самый важный в будущем будет разговор между регуляторой банки и банки, и then the exchanges. И особенно, я думаю, это очень мощный в следующем летом, потому что все ICO, они получают все эти деньги, но они должны через фиат. Это очень важно, потому что, на одной стороны, нужно полностью регулировать и показать proof-of-funds, KYC и АМЛ, от каждого ICO-контрибутора, и также показать что на компаниях, который пытается exchange это крипто в фиат... ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins. ...п Kapitel- ...пure Bitcoins. ...пure Bitcoins кто работает в банке, когда вы спросите о критерах, даже базы, как в бассейне, как в бассейне. Что это в бассейне? Кто принимает... Да, два разных мирных, и мы пытаемся разобрать их, и они не соответствуют. Ребята, мы не были в бассейне миллион-долларе индустрии несколько лет назад, и это когда большинство оборудований были созданы подсказки или подсказки. Теперь мы получили до того, чтобы много денег в этом space нужно быть правильными и регуляциями которые уже существуют. И вы увидите это с новыми, как Адара, которые будут выполнять это в своих собственных системах для того, чтобы быть комплиент с правильными правилами. Отлично, спасибо. Ольга, может быть, ты скажи, как это будет комплинать с регуляторами. Спасибо, Сэм. Да, я вообще полностью согласна с мнением Сэма о том, что именно биржи, скорее всего, возьмут на себя основную функцию в развитии бизнеса ICO, выводов всех денег и прочей истории, но на мой взгляд вообще на самом деле у нас там закрыты токен сейл, это вообще не имеет значения, где у тебя сетап, тебе нужно только рассматривать вывод денег в виде налогов, ты выбираешь для себя правильную налоговую базу, просто и все. Например, в Швейцарии очень удобно, что ты можешь очень хорошо выводить прибыль и ее регистрировать, будучи как ICO компании в том числе. Если касается открытия счетов и прочего, да, в Швейцарии банки не очень хотят открывать сейчас счета криптокомпании, но зато ты как швейцарская компания можешь подать в прекрасный Люксембург, который до сих пор открывает счета для криптокомпаний, или подать в Гибралтар, или в любую другую европейскую страну, с этапом в Швейцарии ты можешь это сделать. В плане еще, мне кажется, интересного подхода это создание различных холдингов, тем путем, которым мы пошли. У нас много компаний в разных странах, и в каждой из них, каждая из стран несет свою функцию где-то операции, операционал офис, где-то девелопмент, как в Москве, у нас нет никакого юрлица, потому что мы же в крипте. Поэтому мне кажется, нужно выбирать именно перспективы, где тебе нужен бизнес-девелопмент, какие рынки тебе интересны, и вообще смотреть только на это, все остальное не так имеет значение, если ты листишься на крутой exchange. То есть, такой exchange у нас становится хедж-фандом, первичной проверкой проектов, это именно экосреда, это не просто биржа, которая одновременно акцептует и тестирует проекты. Игнат, твое мнение интересно. Все говорят, какую юрисдикцию, на основании чего выбирается юрисдикция. В первую очередь, нужно понять, чтобы это было безопасно для тебя, для фаундера и для инвесторов, во вторую очередь, должно быть понятно, что налоговый риск, налогов будет не сильно много, но в третьей, самое важное, что ты реально сможешь сделать что-то с этими деньгами, потому что если у тебя много крипты на кошельке, а ты легально не можешь ее достать, легально не можешь ее перевести или легально не можешь пользоваться, ну, наверное, тогда это не очень хорошая история. Абсолютно, нет, абсолютно. Эта проблема, я не знаю, если Адара решит эту проблему, он станет миллиардным единорогом сразу, если они найдут инструмент для решения этой проблемы. Вот, поэтому, действительно, мне кажется, самый главный вопрос, это как правильно пользоваться криптой в фиатном мире, делать это легально, и чтобы тебе не пришли ни одна налоговая, органа, и при этом делать это наиболее эффективно с точки зрения костов. Вот с этой точки зрения нужно выбирать. И с этой точки зрения, ну, да, Стэн говорил про соседи России, есть, есть underdog Беларуси, очень, как это, не знаю, я сам, я гражданин Беларуси, я сам не могу рекомендовать, потому что есть особенности у страны, но есть при этом, да, есть Литва, у которой есть свой сэндбокс на уровне на уровне правительства. Там счета открывают какие-то компании. Ну, сейчас там очередь на Ямане лицензию, то есть, большая часть проектов, которые сейчас рассказывают, что они умеют делать эфир и биткоин на карту в Мастеркард, они реально там в очередь, у них стоит огромное на получение Ямане лицензии, они, в принципе, это дают, это, в принципе, недорого. Вот много карточек было, у меня, по-моему, две карточки уже заблокированы, которые давали визу в январе поблочили, но вот Мастеркарды, там Globitex у тебя есть, у тебя есть, скажи, SpectroCoin там что-то делает, и там реально очередь, там реально многие ребята в Литве это делают. Ну, а Нацбанк Литвы говорит, типа, да, у нас есть ICO сэндбокс, и мы, типа, готовы это принимать. Но при этом вы должны понимать, что Литва немножко более дорогая страна в плане налогов, чем Эстония. А Эстония, в принципе, была всегда на передовой, но что-то с ICO реально мы там… Как будто по рукам им дали, как будто они начали… Да, да, вот реально дали по рукам, потому что… Один проект как раз в эстонской резидикции, и юристы говорят, слушайте, а что вы хотите здесь? Может вам не надо здесь? То есть эстонские юристы, которые получили бы физ за то, что вы делали у них, они говорят, может вам не надо здесь это делать? Ну, вы посмотрите еще раз, пять раз подумайте. Горячие такие блокчейн парни, да? Так, ну и все-таки выход, какой? Мальта, Кипр, что? Какие-то предложения? На сцене я вам скажу, есть Мальта, да, вот сейчас развивается, но вот мне кажется, непопулярный, неприятный ответ для всех, но мне кажется, что если СЕК в ближайшее время, или какой-нибудь штат договорится с СЕКом, какой-нибудь Делавэр… Невада, Делавэр… Какой-нибудь Делавэр, какой-нибудь Род-Айленд, да, договорятся и сделают понятную экосистему, то, наверное, надо просто идти там быть. Ну, как бы, даже может переплачивать на физ, переплачивать на налогах, но ты просто будешь понимать, что тебе не ударят по рукам. Понятно, да, ждем регуляции. Так, есть ли еще кого-то, можно же более в свободном режиме, кому есть что сказать, добавить? Я могу по поводу того, что много разных… немножко рассказать по поводу того, что много разных юрлиц для разных целей. Вот Bitfury не так давно официально открыл офис России, например, и есть ряд причин, почему Bitfury это делает. Например, одна из этих причин, то, что Bitfury продает софт, и как продавец софта, в том числе и в России, Bitfury для своего софта должен проходить процедуру проверки. Да, мы используем там всякую криптографию и так далее, и так далее, мы должны находиться в… Лицензии ФСБ? Да, лицензии ФСБ, и вот это все. И мы должны… ну, мы не сможем поставить софт государственной организации без наличия всех этих лицензий. Ну, и, соответственно, сотрудники Bitfury, которые живут в России, они являются сотрудниками этого российского юрлица, и все это делается по закону. Но при этом, как бы, в России с регуляцией криптовалют, ну, понятно, что… У вас чипы, софты, а там кто что на них делает, это уже личное дело каждого, может он там… искусственный интеллект на нем масштабирует… Да, в этом плане нам попроще, да, то есть мы все-таки сами ICO там не делаем, да, но так или иначе, ну, уже там про все страны, в принципе, поговорили, тут особо добавлять к этому нечего, но просто вот действительно много разных юрлиц, может быть, в разных юрисдикциях, просто для различных целей. Распыляем. Угу. Очень интересно ваше мнение. Да, я полностью согласен. Я, кстати, абсолютно забыл упомянуть Гибралтар, это, кстати, достаточно неплохое решение, я, ну, просто со своей стороны рассматриваю решение как для инвестора, и Гибралтар достаточно такая прозрачная структура. А там она полностью безналоговая, или нет? Ну, там, там, там сложно, там сложно, но по налогам достаточно интересно получается, поэтому Гибралтару здесь сегодня можно просмотреться. Англия, по-моему, тоже сейчас тоже что-то начинает, Островмен, там есть такие тоже направления, но вот очень многие начинают, и как будто вот заманивают, и потом что-то происходит, и они сами же как-то и перестают привлекать средства и проекты. То есть мы к чему приходим, к тому, что у нас экосистемы и биржи становятся посредниками, то есть если мы стараемся, да, зачем нам вообще все беседы, интеллектуальные дискуссии, чтобы хотя бы как-то иметь предсказательную силу, да, то есть деньги мы можем заработать, если мы правильно выбрали проекты, которые вырастут и показывают эти эксы, то есть если сейчас мы достаточно высоковероятно можем предсказывать будущий ход событий, то мы можем в правильном месте оказаться в нужное время. Вот что мы видим, да, регуляции СЕК, они подходят, мы их ждем, и от них будет там двигаться экосистемы, и фактически те, кто станут вот этими экосистемами, экченджами, хедж-фондами, они будут вокруг себя аккумулировать как взаимодействие с мелкими инвесторами, так и взаимодействие с проектами и с получением и передачей фиата, обмена их на крипту. То есть, я так понимаю, Адара как раз хочет занять там это место, да, как один из таких столпов экосистем, которые в будущем будут выстраивать вот это вот уже в более легальной зоне, да, где мы сможем наконец официально показать свои биткоины, заплатить с них честно налоги и жить спокойно. Господа, вот мне кажется, уже много тем обсудили, может быть, у нас зал тоже как-то включится, кто-то хочет задать какой-то вопрос или определенную там тему, которая беспокоит нашу многоважаемую публику. Вот, Олег, Клименко, очень приятно. Добрый вечер. У меня на самом деле очень практический вопрос по поводу юрисдикции. Ну, знаете, что там крипта запрещена в пяти странах мира, поэтому мы можем провести ICO в принципе в любой стране, даже в Псковской области, да, то есть, как вы думаете, вот, очень большая проблема действительно перевода в фиат и, соответственно, обратно, больших объемов. Да, вот, где в ближайшее время эта проблема будет решена, как вы думаете? Ну, скажем так, я не знаю, сколько эта информация публична, но, скажем так… Здесь только свои. Россия работает над… Россия работает над… Россия работает над созданием, скажем так, эксченджа, но… я думаю… я думаю… у них вопрос следующий. У них… они достаточно быстро решат вопрос перевода фиата в крипту, но, насколько мне известно, там достаточно серьезно стоит вопрос по поводу перевода купленной крипты в другую крипту. В общем, у нас все не как у всех, по-другому. Слушай, можно вернуться к Беларуси, которую мы так вскользко обсудили. Беларусь 27 марта. Это, в принципе, все легально. Если не основывать компанию, а просто погонять в криптофиат, ну, наверное, можно уже. Ну, то есть… Ну, наверное, еще нет одной компании, которая получила эту лицензию, но там есть два типа лицензий, которые а-ля биржи операторам позволяют абсолютно легально заниматься переводом. Ну, вот нас интересуют не односторонние операции, то есть в Беларуси, а еще хочется обратно. Так, а ты отправляешь что-то обратно себе российский рубль со Сбербанка из Беларуси, и ты отправляешься на Сбербанк в Россию. Ну, то есть, мне кажется, это одна история. Другая история, ну, у нашего фонда есть швейцарская структура, абсолютно легальная, с абсолютно лицензией, заагрессирована в ЦУГе, с Зверевским банком. Пожалуйста, абсолютно. Ну, если понятно, откуда взялись эти биткоины, или понятно, откуда взялись эти фиатные деньги, то абсолютно легально можно сделать эту всю историю. То есть, ну, и даже в Штатах же… А с какой суммой вы сталкивались с такой максимальной, когда было понятно? Ну, так, из практики, я имею в виду. Ну, это коммерская информация. Ну, у меня тоже… Я являюсь представителем фонда, поэтому я имею в виду не 10 тысяч долларов, а какие-то серьезные объемы, которые работают на вход и на выход. Ну, на вход куда? Ну, то есть, на… Ну, смотри, давайте смотреть в глаза. До сих пор по разным причинам все… пока крупные сделки происходят в ОТС, и в ОТС не всегда банковском. Швейцария позволяет это делать, пожалуйста. Если ты докажешь, откуда у тебя… Пройдешь KYC, пожалуйста. Беларусь, когда компания получит эти лицензии, тоже будет позволять это сделать. Ну, да, как это забрать, но забрать пока тоже не вижу проблем с тем, чтобы это забрать. Я еще добавлю, у моего партнера, они делают в ЦУГе легального брокера, получают лицензии. То есть, в принципе, можно через них тоже делать. Ну, там стандартная лицензия, BKF лицензия, пожалуйста, приходи, меняй. Да, по Беларуси уточнить. Там нельзя просто так прийти и сказать, я компания хочу ICO… Не понятно. Там нужно быть, во-первых, резидентом ПВТ, парка высоких технологий, и во-вторых, выпускать свою крипту ты не можешь. Они будут выбирать оператора из тех резидентов ПВТ, ты должен заплатить миллион долларов… Не заплатить миллион, ты должен оставить депозит миллион долларов… Да, но который… Все понимают, что его уже не вернуть никогда. Это как бы платеж, который ты никогда не вернешь, и после этого ты можешь для других компаний… Понятно. Я говорю, теоретически, с 27 марта это стало легально, и там миллион долларов надо положить для полного оператора, и с 200 тысяч долларов для усеченного оператора. Мы пришли, спросили, как это сделать, они сказали, чуваки, мы ничего не знаем, методик нет, методик нет, приходите через полгода, так что в Беларуси, пока говорить, совершенно рано. Я же не скажу, что не рекомендую. Технически в Беларуси это можно, практически… Добрый вечер, меня Тимур зовут, и такой вопрос, я занимаюсь объединением блокчейна и криптовалют с зарегулированной такой историей, как страхование. И вопрос такой, что насчет Германии, как такого крупного игрока в Европе, который имеет влияние на многие страны, с точки зрения страхования и лицензирования точно, а какая позиция Германии с точки зрения банков для ведения счета или регистрации компании для проведения ICO? Я слышала, что банки очень лояльны. Вообще, в принципе, Берлин сейчас стал крипто такой долиной, номер два после ЦУГа в Европе, и они, мне кажется, очень хорошо относятся сейчас к ICO. Я добавлю просто по Берлин. Я помню, что две недели назад была информация, что Германия официально признала биткоин платежным инструментом. Дамы и господа, приветствую. Меня зовут Алекс Про. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в какой стране, в какой юрисдикции появится первая возможность обмена фиата на крипту, сохраняя анонимность, приватность, децентрализацию? Спасибо. Мне кажется, все же хотят, чтоб налоги им платили. Зачем же им наивность, децентрализация? Только если какой-то соус, что создаст Крипто Айленд, типа там, вот в Пуэрто Рико мы там все, в принципе, познакомились с ребятами, и там все очень, да, там уже Брок Пирс купил, уже пол острова, они там собираются делать криптодалену, независимую просто уже. Ольга, благодарю. А то все, мне какие-то скучные юрисдикции в Пуэрто Рико заходят как-то. Да. 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 И так Aqui. Их блин. А вот, с вами все, всё. Кара, если заходить, они могут выбирать закви, там, там, мы сие нахлопение, если сдать заходите, они будут, там, 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 Так, эти транзакции останутся forever, и я знаю, что финансовая прозрачность может происходить 10-15 лет назад, если они обнаружили fraud. Так, pay your taxes, because tax authorities will eventually find out who you are, and the transactions that you made in the past. The American mind is completely different. In 15 years, in Russia, it changes so many things, you know, like, we don't think this far, you know, we think in a moment, you know, you can make money, you do it, you know. But your philosophy is more clear, you know, and I think, I have also long discussions with the lawyers, and I found the SEC regulations, they sent me all the links, so 25 years for this kind of fraud you can get in prison. And yeah, there is no time limit, so whenever they will find it, they can make a court and you can be prosecuted, yeah. So it's not the way that we want, but you just said that there is companies who follow the wallets. But even with the Ethereum wallets, you can make Ethereum wallets without long registration, without KYC. You can make like ProtonMail account and register for yourself hundreds of Ethereum wallets. And you cannot track where the money goes if you sell it for cash, for example, yeah. So we understand that something surprising. Look, I would say that there's a big difference between cashing out $100,000 and moving towards an economy of scale where we have trillions of dollars being passed through a system. Yeah, this is absolutely true. This is essentially where we're going over the next few years and why ADAR is being set up, is that we have securities tokens exchanges. So, I mean, let's talk about the securities tokens because they're very special. Yeah, they're valuable. As private investors, normally you're either, let's say just with a startup, you have an ICO, or not even an ICO, but you have a startup and you're going to take seed investors on. Usually the equity that a seed investor would be investing into would be locked up for about 12 months in the United States. After that, it becomes the issue of the investor himself if he wants to sell his equity. So let's say I came into Uber in an early round and I wanted to exit from Uber. I would have to go find an investment bank who would actually be able to take that and purchase from me. They'd have to give a valuation. So it's a very illiquid market. What the securities tokens allow you to do is to say, okay, we've tokenized this equity. So now we set up specific exchanges for specifically accredited investors. So now if you have, say, early stage Uber shares and they haven't gone to IPO yet, now we have a market for that. Or if you're a company like Google, right, and you want to do a new venture, right? So you want to start a AR company which, you know, builds a map of the world, right? You know, this may be a new venture, you want to raise capital for it. You could issue a security token so the revenues based off that small part of your own company could be given back to initial investors and it could be tradable in a liquid market. So there's so much that's going to come from security tokens, which are going to be built into exchanges like Adara and then others which are going to be popping up in the next few years. But it means like there will be different cryptocurrencies. Some will become like security tokens, like completely legal, like shares of the company that pass reg D or something like this. And they're making almost ICO but with tokenized economy. So these tokens will be security and legally accepted. And you can get profit on them and pay money to your taxes and everything will be legal. And there will be some tokens that are like, you know, shit tokens or unregulated tokens. So there will be like two cryptocurrency. One is... We just had the biggest ICO to hit the markets. It was Spotify, actually. So Spotify provides the model of how security tokens will act. So Spotify is very interesting because they didn't use an investment bank to have their IPO. They essentially just listed and allowed the market to determine price. And so this was a big change from how typical listings have been done. And it serves as a model of what's going to happen with the security tokens in the future. Essentially, the security token issuance will be like the initial IPO. However, for the first year or two years, it will only be able to open to accredited investors. Then additionally, as time goes on, then non-accredited investors will be able to come in and purchase that equity, which is essentially stock. So for anyone who has read about the Spotify or IPO, it was very interesting. I would recommend go reading about it. Very interesting. We have to share links. Yeah. I will also briefly tell you. There was a question about the... Timofei has to say, will there be two types of tokens. What will the security token be? Will it be similar to the accounts? Well, that is, the accounts, from which you can legally get income, to pay taxes, to pay taxes, to pay taxes, to pay taxes. There was no fixed price? Is it legal to go for IPO without invest bank? Is it just like... You're saying something... Normally, the way it works in the States is that the investment bank does the valuation of the company. And so you would go to a well-known investment bank and say, we want to have our IPO. And they say, okay, we believe that your company is worth $2 billion. And then they go out and they go to other investors and they say, hey, we value this company at $2 billion. Do you want to... Where do you... How many shares do you want to buy? So in this case, that didn't actually happen. All the shares had already been issued to different investment funds and to the employees themselves. And they essentially just listed without the need of the investment bank to go out and sell it. And also take the heavy fees, which they do. So to tie it back in, it's like if you're in your post-ICO now. So let's say a company that just listed... Let's say you're like Enigma or something that had their ICO a while back. You would go to an exchange and you just say, okay, we want to be exchange listed. And they go, okay, give us some money. It's quite a lot of money. It's about a million. Well, for the biggest exchange, it's about a million, but you pay the money. And then once you get on there, then it's essentially a free flow of... The next story is pump and dump scheme that are not legal in normal markets and that are encrypted just like only this. Maybe you? Maybe you? Вчера же вышла, по-моему, регуляция штата Нью-Йорк. Очень сильно против, прямо говорящая, против маркетмейкинга. Ай-яй-яй. Я сегодня ночью читал, и могу там ссылку потом найти на конкретную ссылку на этот закон. Что-то говорят, ну типа, ребят, мы все понимаем, но... Именно в криптосфере? Да, нет, конечно, ну да. Понятно, что pump and dump в традиционном мире. То есть уже в криптосферу они... Да, но там именно там... А как они этих роботов будут отслеживать? То есть вот просто технологически... Давай передам микрофон и почитаем, может быть, у вас вижу в памяти часть этого документа. Кстати, биржи, у которых есть лицензии на операции и в крипте, и там, например, классический брокер-дилер лицензии, могут листить хоть акции Google. То есть можно взять, продать немножко Apple и прикупить там эфирчика, да, на низах? Я надеюсь, что скоро так и будет. Что-то думаешь? Да, я просто тоже добавил достаточно интересный факт, который мы недавно тоже поняли. В Москву приезжали достаточно крупная финансовая группа, которая приобрела биржу Corbett и еще одну большую биржу. По-моему, это пока не публично. Но отличаются они тем, что они достаточно консервативные. На них листся токены, которые, скажем, год или полтора года уже торгуются и не хотят добавлять ни один другой токен. На мой вопрос о том, почему же они все-таки ничего не добавляют, они говорят о том, что если этот токен покажет слишком сильную волатильность, или если в итоге он окажется скамом, или очень-очень много если, у них могут быть проблемы с лицензией. То есть позиции Corbett и второй такой же биржи, я думаю, все знаете, в том, чтобы сохранить статус-кво, если даже какой-то один токен добавится, а кажется, что с ним что-то не так, они очень боятся свою репутацию. Поэтому у них стратегия следующая, они оставляют эти биржи, у них регуляторика корейская, второй биржи Европы, они собираются покупать еще несколько бирж, как раз, скажем так, для шиткоинов, где регуляторика более-менее, скажем так, более мягкая по сравнению с этими странами. Очень интересно, потому что на самом деле в крипте это мы видим непрерывно. Я сам сталкивался, несколько раз нашим трейдерам задавали вопрос о непомпоните нашу монету, у нас такой бюджет. То есть вот эти вот истории, они же просто, не то что кругом, а просто как будто на них все и стоит. Вот я так вот посмотреть, сколько процентов роботов там ставки делают, как биткоин на 1200 долларов за какие-то минуты. Биткоин на 1200 – это другая история, мне кажется, это не «помпон дамп», это просто кто-то пошел в него тисе, а кто-то пошел напрямую в рынок купить много биткоина. Ну не с целью, да, «помпонуть», продать, он так закупился надолго. Ну просто ребята не знают, как покупать, наверное, и хотели что-то хотеть. Ребята с 10 миллиардами не знают, как покупать. Я нашел ссылочку на господин Нейдерман такой есть, он, как я правильно понимаю, глава New York City Attorney General. И вот они послали запрос владельцам 13 бирж рассказать про их операции использования ботов, конфликт интересов и другие issues. Ну там как раз-таки про маркетмейк, про все остальное. То есть это вчера вышло. Ну запрос послали, и там как часто в поддержках биржи, в том числе и американских, например, Poloniex, такая замечательная биржа, там отвечать вообще не любят, и вообще в половине бирж поддержка просто не работает. Например, Bitfinex несколько раз, вот лично у меня, да, трейд 20 или 30 биткоинов, ну конкретно инсайдерские, то есть они видят ставки, видят размеры показателей и дампят монету, пока не вышибает там стопы и в общем депозит не сливается. То есть просто прямое, можно сказать, воровство происходит на самых-самых крупных биржах. Ну уже утикала информация о том, что там есть так называемые спуферы, большие инвесторы, которые ставят ордера на покупку или продажу, когда цена подходит, скажем так, к этому уровню, они отменяют ордер, тоже достаточно большой импакт имеет на биржу и на всю цену актива. А вот в традиционных инструментах, традиционной биржи, вот такие вещи, они жестоко пресекаются или тоже это все, то есть с обычными акциями, насколько это уже отрегулировано? Вот я не настолько как бы силен в традиционной биржевой динамике в Америке, там на NASDAQ такого нету, да? Насколько я знаю, это запрещено, я просто не особо торгую на, скажем так, на классических рынках, но насколько я знаю, все такие действия, они сильно пресекаются. Сэм, what is your opinion about pump-and-dump scheme in crypto and in normal markets? How it's regulated in, like, normal exchanges like NASDAQ? It's a very good question. I think if you compare it with Spotify's IPO of just opening on a market, essentially it's open for supply and demand. The problem and the opportunity of cryptocurrency markets is that it's not just inside one market in one country where you have the opportunity of regulating something to the rules of one country. You can have opening of the markets and close of the markets. It doesn't exist in crypto. It's globally 24-7. So the supply and the demand is a different question. The regulations is a different question. And then no one knows really how to regulate anything for utility tokens, let alone for security tokens, which is a different question. I think pump-and-dumps, there's no real way of stopping this except for making sure that the people who are the actors in the space are... That they essentially don't have any influence of any bad actors. So if you get rid of... And I think it will take a while. Like, pump-and-dumps will be an infrastructural layer of legitimate companies, legitimate exchanges, legitimate influences in the space. And this will come together, I think, with regulation. But it's a... It will be a slow process. In terms of some of the other things that have been said to quickly jump in. I think in terms of securities and exchanges, there is a big challenge, but a big opportunity ahead. I think there's a unique layer in between the traditional markets and the crypto markets where security tokens have the opportunity of... Like, let's say every time you buy an iPhone, you had to buy a stock of Apple. That's essentially what a good security token could be. Because your security could be directly linked to the performance of the company, but could have a much more active role in the ecosystem of how the company works. And to me, that as an investor is something that's much more interesting than purely a payment token or a utility token or a share. Because for me, if I have a share in a company, I have to trust that behind all these closed doors, they are providing me with actual balances of the company, actual revenue. I have to trust that they're not giving away crazy bonuses. Like, there's a lot of stuff that can be hidden. And the good thing is, everything is recorded on the blockchain. Which is, in some cases, also the bad thing. But that gives us an opportunity of going away from the unclear markets into a clear market. And I think that is an opportunity, but also a challenge. It's a very interesting idea. So you think that security token is a product plus share of the same company, yeah? And transparency of what is going on compared to the normal share is different because you see that ecosystem is also working on the same. That's a very interesting explanation because it's not clear for many people what's the difference. You start talking about what is this, what is that, and people mixed up. And usually they call utility token, but actually it's already security. And like you said, that SEC will find any way, you know, that you can make profit on them. So it's like a share. So you have to pass all these regulations. It's really interesting what you're saying, but pump and dump scheme is anyway. We'll follow the growth of the market and we couldn't get rid of them, yeah? Anyway. I think the question of... When the valuation is higher and, you know, when we have like big amount of money and the valuation will limit itself in some ways with the growth of the market. What do you think? I think the question that you're asking could be compared, like, can we eliminate pump and dumps in crypto? The same question arises, like, is cryptocurrency a way for money laundering? The same question can go for, does cash money facilitate criminal activities? Is it the problem of the means of transfer of value or is it the problem of the people inside the space? It's not because crypto exists or the way that, for example, Spotify did their IPO or the way that cryptocurrencies access a market. That's not the reason for a pump and dump. It's the people who are doing this. And that's not a part of the platform or a part... I mean, does it mean that fiat money is the cause of criminality? Sure, but it's so easy to make this pump and dump scheme if you know somehow robots are working... It's so easy to steal someone's cash money. It's so easy to steal someone's cash money. Yeah, yeah. That's true. Yeah. I think it comes down to... So exchanges right now are very unregulated. Let's just take KuCoin, for example, or even Binance as well, too. I can make an account. I can probably set it up to... With a fake identification. And as soon as I get level two verification on Binance, I can deposit and withdraw up to 100 BTC a day, which is a huge amount. That's like 8 million a day that I can move in and out of the exchange as much as I want to. And this could be on a fraudulent identity. If there were proper regulations, there would be a much higher level of KYC necessary to identify who these customers are. So when we talk about pump and dumps, if we have proper documentation within the exchange, we have the availability to go back and prosecute those who are facilitating these pump and dumps. Additionally, one thing that's much, much more needed is additional liquidity in the system. One of the reasons for the pump and dumps is a lack of liquidity, which allows the price to be driven up extremely high on almost no volume. We even see this with Bitcoin. One of the reasons for Bitcoin. Does anybody know how much Bitcoin it takes to move the market like 5%? Billions of dollars, I think. Somewhere between 5 to 10,000 BTC, which is about 40 to 50 million dollars. Even yesterday, there was a 3% move that happened in about 10 minutes and it was a result of someone dumping 30 million dollars. And for myself as a trader, I used to trade options and futures and I'd be able to open a 10 million dollar position in, say, the S&P futures. No problem. I wouldn't even move the markets one cent. But if I tried to do that in Bitcoin, I could move Bitcoin possibly a hundred dollars if I wanted to open that big of a position immediately. So it's still extremely immature markets and it's still extremely immature regulation. So as we grow and as we, more money comes in, more liquidity, greater regulation, all this will go away. Like with Apple shares, you couldn't do it. You know, there is billions of dollars standing on both sides of the stock. How you call it in English? I would also jump in. If you, there's a few, there's one guy on Twitter called Bitfinex who's a little bit paranoid, but he makes a few good arguments in some of his research. But if you look at the fees of exchanges, roughly to generate a million dollars worth of volume, it only costs you about a thousand to two thousand dollars. If you wanted to generate a lot of volume just by wash trading, which is illegal in traditional markets, but there's no regulation in crypto. If you would look at how cost, like if you were to prepare decently and set up orders on a leading exchange in terms of volume that's being looked at for charting from other exchanges, where essentially other exchanges follow the order book of the main, like the main exchange. If you were to influence Bitmex, for example, it would not cost you that much money to actually influence the price. And if you, I mean, everyone is looking at charts. It's probably the same in traditional markets, but in crypto, it's a self-fulfilling prophecy. If you choose the right timing of generating volume and making people believe that something is happening. This is pump you're making, yeah? I mean, yes, that could be considered as a pump and dump, but essentially you're just selling against the markets. If you choose the timing correctly, you make other people believe that something is happening and then they dump and then it becomes a cycle and Bitcoin dumps for $500 in the matter of less than an hour. Is it a pump and dump? Arguably, yes. Is it illegal? You're essentially selling and you're buying. It's all about the self-fulfilling prophecy aspect of Bitcoin. And I think once we generate larger liquidity in the markets, stuff like this will naturally go away. With BitMEX and BitMEX, I heard some very funny story that you can take up to 200x, yeah? More even. You can do up to 1000x if you provide liquidity and change your security settings. Okay, so you do it and then you use some Bitcoins to pump the price of Bitcoin in BitMEX where exchange is taking its rate. Like BitMEX is linked to Bitfinex and you can make a huge profit. But then already without regulators, just BitMEX don't give you money. So they find out and I heard the story from the people who faced it, you know? So you do some tricks and already exchanges start to self-regulating, you know? They just stop giving you money, you know? It's maybe this is illegal, but they try to control this kind of things. I think it's impossible to control, but I also think it's easy to manipulate. Sure. And from manipulating perspective, if you really want to go into conspiracy theory, let's say you're a large institution. Let's say you're a government and you believe in the aspect of blockchain. And it was said earlier, if you don't have that much impact in the global economy, crypto is a great opportunity as a country to now generate a bigger impact in the future. If you allow or facilitate the creation of new companies that become influential in the future in crypto. Let's say that you're a government or an institutional investor that sees the opportunity of Bitcoin. If you can manipulate the price of Bitcoin that easily. Why not try? I mean, if I would be on that. Goldman Sachs. Yeah. Anyone like why not try to buy large chunks of Bitcoin, but why would you buy it at $20,000? Dump it to the sixth and buy. Exactly. If you can generate billions of dollars of profits by investing tens of millions of dollars and losing that by dumping at the right time, it's still a profitable balance. And if you can do some news, you know, in the same moment. I mean, the traditional market, like, just look at what happened with Trump and all the fake news. It's really easy to influence the media and say that the Russian hackers did whatever. I mean, you can generate whatever you want. And it's really easy. Like, you can look at charts. Oh, Bitcoin's going up. Some random whale is buying Bitcoin. Bitcoin's going down. Some random whale is selling Bitcoin. They keep recycling the same news over and over again. If you do a news analysis, you shouldn't even read the news because if you read the price, you can predict what articles are on CoinDesk in terms of the sentiment. So it's. Yeah. Yeah. Very interesting. Conspiracy theories in crypto. Because we, you know, all of us really, I think, the same articles about this topic in Russian. Yeah. And I'm critical about it. Yeah. But when I listen it from you, I think that there are some truths behind that the big manipulators really can do this. You know? I think that there are some so-called influencers, more or less. I think that there are some so-called influencers. And I think that there are some so-called companies that are going to be able to do this. And I think that there are some so-called companies that are going to be able to do this. I think that there are some so-called companies that are going to be able to do this. I think that there are some so-called companies that are going to be able to do this. I think that there are some so-called challenges and other difficulties or even opportunities that you see setting up this security exchange going into the future. Я по-русски, наверное, отвечу. Ну, во-первых, не все участники нашей платформы будут допущены к торгам security. Для этого тебе нужно пройти необходимый KYC, о том, что ты accredited investor и так далее, и так далее. Поэтому наша идея изначально была такая, что на бирже есть и security, и utility токены. Ты можешь видеть торги по двум категориям, но инвестировать ты можешь только при прохождении необходимого KYC для того, чтобы быть профессиональным участником рынка акций. Кратко так. Какие стандарты профессиональности участника и по каким… Потому что ты аккредитованный инвестор. Где? В какой из стран. То есть ты должен иметь необходимые лицензии на торги, то есть ты должен быть профессиональным участником рынка. Обычный пользователь, ну, там, например, любой, не может покупать… То есть почте просто недостаточно? Ну, просто в каждой стране свои требования, для каждой страны свой KYC по аккредитованию… Я беру непростую схему с VPN, да, захожу из страны, где… Ну, я не буду рассказывать всем, всем понятно. Если с Telegram, да, научились преодолевать, то есть действие, мне кажется… Но я понимаю, что для регуляторов очень важно, чтобы вы со своей стороны сделали максимум. Если этого не будем делать, то мы не сможем держать свою лицензию. Понятно. Да, я думаю, это очень хорошая вопрос, потому что у нас будет интересный вопрос на области, на области, на области, на области, на области. Потому что каждый регуляционный территорий смотрит как разнообразный инвестор. Уже, мы в связи с этим, сегодня мы были кричать это уже в области. На области, это означает что вы имеете в виду高 нотов, что это изменение, это может быть 2 миллион Сингапориан долларов, это может быть 0.5 миллион евро, это может быть миллион долларов в США. Это может быть еще разнообразный уровень профессиональной экспертности, или у вас есть разнообразный области. Если вы посмотрите на все регулированные требования, эти три самые рекомендации. Однако, все они разные. И это означает, что, в каждой стране, вы essentially нужны лицензии для защиты. Это означает, что каждый инвестор который приходит на ваш платформе есть различные регулированные требования, и вы должны их помочь с лицензиями. Так что, это становится очень глубоким цифровым требованиям. И тогда проблема, что все эти ассеты они свободны. Потому что, когда они находятся на леджер, вы можете просто тратить их, и они сидят на блокчейн. Это основная часть блокчейн. Так что, я думаю, что есть очень большая возможность для того, чтобы создать возможность Take tokens, что такие security tokens, outside exchange, into your wallet, to own these tokens yourself, but still maintain the KYC, AML aspect, that they are still clean, и не диндь, в том числе, в том числе, И я думаю, что это будет один из самых важных задач в следующем году. Это не так, как расизмом быть не квалифицированным инвестором? Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Я согласен. и у нас есть возможность дать имущество, но у нас есть еще один уровень. Но есть еще один уровень безопасности, и я думаю, что там будет возможность, сейчас все будет выглядеть в оборудовании, что это то, что секретарь, и мы будем делать это как секретарь, но я думаю, что там будет что-то между свободным рынком и структурным рынком, и это будет resonать для того, чтобы крыпто нужны, но мы продолжаем сохранить секретарь. И что касается топовых крыпто-курентов, которые уже не говорят, и мы не говорим о них, топ-10 крыпто-курентов, они будут в оборудовании, как в Адара, и они будут считать секретарь, или, скажем, эфириум, кардана, нам, нео, все, даже биткоин, что это? Это секретарь, или что это? Как это? Я думаю, что это очень early для того, чтобы сделать это, я думаю, что крыпто-курентов, как монеро, эфириум, биткоин, литкоин, эти ассетки, которые крыпто-куренты, потому что, это крыпто-куренты, которые позволяют трансфер-курентов, или стоер-курентов, с оборудованием технологии, как блокчейн. И если вы посмотрите, что Свитцеланды сейчас делает, Финма... Три типа. 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 И данное. Кто. Подписем к платформе. И подар Obись. Три типа. Я просто пенок например, что все, крое было. Три тки combined Alvaro является turbulена Вы можете купить goods или services. Утиллительный токен, для меня, это вероятнее, но это больше доступ к платформу. И третье, секретный, ассет-бэк. Но я думаю, что будет комбинация всех. Секретный, доступ к платформу. Потому что все имеют value. Если вы можете их трансферить, то все будет доступ к платформе. И я думаю, что это, наверное, самое интересное хайбрид. У нас есть алиена из других планетов, и мы говорим, что он здесь. Может, он черный, может, он белый, азиатский, но это что-то другое, чем все. Это не счет, это не так, это не так. Он будет получать токен, что позволяет получить доступ непосредственно к самой платформе. Как стенд считает, для него это тоже своего рода услуга. И в будущем он предлагает, что останется своего рода гибрид, который будет комбинировать свойства этих двух перечисленных токенов. На данный момент, наверное, нельзя определить статус популярных криптовалют. Вот как спрашивал как раз Тимофей биткоин, что они из себя представляют, какой токен, потому что еще не фиксировано. Но предполагается, что в будущем будет security токеном к их торговле. Будут больше представлены профессиональные инвесторы, которым придется доказывать свою квалификацию. Также инвестиционную историю. То есть достаточно будет требоваться большая прозрачность, потому что это предполагается блокчейн. Сама система. Итак, о хибриде, о котором он говорил, мы уже испытали это, это DAO, который был создан 3 лет назад, который был закрыт от СССР. Это идеальный пример, который позволяет дивиденды или рекомендации поэффективной токен holders и позволяет услуги для системной системы и для того, чтобы инвестироваться, а также позволяет для пользователей поэффективной управлению в системе. So, DAO должен быть self-run. Это организационная организация позволяет для государства для людей поэффективной системы поэффективной системы и для того, чтобы эти деньги будут обратиться к токену. Once мы получаем секретарь, мы увидим больше всего. И Vitalik уже предоставил и интересно, но это все странно. мы говорим о том, что мы не можем изменить токены, то есть государство регулировать но Vitalik все везде и эфирам продается без KYC и мы просто все хорошо, да? Эфир слишком большой, чтобы просто выключить. Окей, окей. У меня может опять немножко философский вопрос мучает. Мы говорим будущее SEO, токены, да? А есть другая сторона, сейчас блокчейн волной какой-то, да? Если тот же биткоин в один момент станет действительно чем-то более применимым, чем сейчас, и он начнется использовать для оплаты в жизни больше, чем сейчас. Ну, я не знаю, будет ли это вообще, будет ли это через год или будет ли это в 2135 году, не биткоином, что-то другое, непонятно. Но вот, просто если смотреть через другую парадигму сознания, да, вполне вероятно, что будет Cryptocurrencies, именно валюта, потому что постоянно используешь термом Cryptocurrencies, ну, в моем понимании есть Cryptocurrencies, ну, там их несколько, да, ну, то есть сколько, то, кого из них, можно сказать, именно потому что недавно Ripple начал отбиваться и доказывать, что они не security, да, как бы, очень интересная история, они прям доказывают, ну, к ним-то… Ну, они вот недоцентрализованы, это точно. Ну, Ripple своеобразная история, да, непонятно. Есть Cryptocurrencies, которые, понятное дело, биткоин, лайткоин, еще там пару ребят, они действительно являются Cryptocurrencies, эфириум – это нечто более продвинуто, более сложное, наверное, а есть альткоины, которые торгуются, как фантики, как акции, ну, кто как фантики, кто как акции, да, кто как… Фантики на несколько миллиардов долларов, тоже нормальные, интересные фантики, да? Ну, да, ну, то есть, мне кажется, основной вопрос… Ребята очень правильно точно говорят то, что будет там в ближайший год-два, а вот что будет в далеком будущем, это вот фундаментальный вопрос, на который у Сатоши, наверное, есть ответ, у Виталика, они там смеются над нами. – Ну что, господа, у нас уже такие глубокие темы, я считаю, что мы копнули очень глубоко, и у нас такое из-за того, что у нас, наверное, не слишком много публики, у нас получился очень приватный и очень содержательный разговор, да, который позволил всем быть откровенными и говорить о темах, которые многие иногда как инсайдерские, да, то есть у нас такие откровения и наши американские и европейские коллеги, конечно, с очень интересной стороны поддерживают дискуссию, потому что иногда мы в своем вот этой песочнице российской и русскоговорящей варимся и не до конца представляем как бы взгляд с той стороны, очень приятно это видеть. Давайте сейчас, не знаю, немножко уже, может быть, резюмируем, да, подведем то, куда мы идем и вообще вот давайте в целом вкладываться в криптовалюты, биткоин будет стоить 35 тысяч там в конце года, когда вкладываться, или мы будем сейчас проходить через какой-то жесткий страгл с секом, регуляциями или в принципе вот все верят, да, в будущее светлая крипторынка и мы правильно сделали, что инвестируем свое время, свои квалификации в это направление. Можно со всех тоже вот это вот мнение получить, потому что оно на самом деле резюмирует. Ну, я, я лично выходить не собираюсь, ну, как бы, понятно, в любом случае, я как трейдер плохой, сразу скажу, я техническим анализом не сильно занимаюсь, понятное дело, там, небольшой, небольшую ребалансировку портфеля, там, раз в неделю, два раза в неделю, это одно, но технический анализ немножко не мое. Мое мнение, в любом случае, институционалы рано или поздно придут, надеюсь, они по дороге не затеряются. Фонд Сорос собирается, там, Берклэс о чем-то говорят, поэтому это вопрос времени, мы ждем больше ликвидности. И, что касается трендов, я думаю, тренды на восемнадцатый год, ну, по-любому, как уже было сказано много раз, это регуляция, я вижу тренд еще децентрализованных экченжей, поскольку регуляция, как раз, скажем так, наступает на ноги, экченжи не позволяют нам нормально торговать, а все текущие, ну, если кто-то пробовал торговаться на текущих децентрализованных экченжах, это, скажем так… Бит, доллары. Да, это страшная боль, которую хочется избежать. Вот, еще видим тренды на privacy токен, поскольку сейчас privacy недостаточно, таких как Monero и прочие, форки, вот. И Interop, всякие решения блокчейны, которые решают скалабирити, какие-то проблемы. Поэтому, я думаю, да, еще есть, скажем так, huge room для opportunities, поэтому вполне можно какие-то интересные активы. Есть очень хорошие, скажем так, distress токены, о которых Игнат тоже говорит, которые сейчас торгуются очень сильно undervaled, поэтому ищешь и всегда найдется. Отлично. Позитивчик. В этом направлении. Я, наверное, чуть-чуть больше в техническую часть попробую что-то сказать. Сейчас у публичных блокчейнов огромное количество проблем, которые на самом деле не позволяют их использовать, как, например, нормальную валюту, на которую можно расплачиваться в магазине и что-то покупать. Это как раз та область, в которую мы сейчас вкладываем достаточно большое количество сил. Это такие технологии, как Lightning Network и всякие решения для масштабируемости Ethereum сети. И одновременно с развитием этих технологий, мне кажется, что намного проще уже будет воспринимать часть, я не знаю, как правильно, криптовалют, как настоящих валют, наверное, просто потому что сейчас даже технически пользоваться этим весьма сложно. Технически белорусским рублем вне Беларуси сложно пользоваться. И даже российским рублем уже очень даже сложно пользоваться. Да и долларом, прямо скажем, тоже для неамериканцев все сложнее. Мы уже одной ногой в Иране, я так думаю. Поэтому хорошо, что есть крипта. На самом деле, мне еще кажется, что, кстати, вот касательно России всех этих санкций, возможно, очень сильно перейдет вообще финансовая система. Пусть даже то количество, которое сейчас происходит OTC сделок на русском рынке, это просто невозможно представить. Мы тут за две недели просто видели вообще такие движения. Поэтому мне кажется, что круто будет, если люди, думающие, смогут избежать международных барьеров, ограничений и прочих историй через digital assets. Поэтому, на мой взгляд, будет позитивно все. И курс, ну, мне кажется, что к концу года будет расти. Никто не знает в реальности. Но, в принципе, знаете, еще такой интересный момент. Так как сейчас вообще всеми биржами, топами владеет Goldman Sachs и J.B. Morgan. Маленький инсайт такой, да? Да, то, в принципе, вот само понимание того, что эти ребята владеют криптобиржами, дает нам понимание, что это long term и с нами надолго. Слушайте, но капитализация крипторынка дешевле, всего крипторынка меньше, чем стоимость одной компании. Несколько даже. Капитализация, она такая не очень понятная, откуда она происходит. Ну, что такое капитализация, сколько… Все это и по этой сумме не сможешь продать, да? Да, абсолютно. Ну, то есть Apple, наверное, можно слить по этой сумме гипотетически, а в криптовалюте еще сложнее, потому что все же во многих проектах токены непонятны. Такой дамп, если ты даже 10% сольешь. Да, абсолютно. Поэтому я считаю, что все еще в зачаточном роде, да, и, наверное, лет через 5-10 некоторые проекты, которые, может, до сих пор еще не существуют или которые только сейчас… Мы будем патриархами блокчейна, да, такими основателями экосистем. Стэн пораньше был, да, например, у меня. Не знаю, как про остальных, да. Носил Кроуди что-нибудь покупал. Да. Ну, вопрос, на самом деле, будут ли это те же… Отвечая на вопрос, будут ли это те же валюты, ну, неизвестно. Может, биткоина не будет, может, будет российский… Крипторубль, там, основные валюты мира, да, криптовалюты мира. Ну, опять же, сама технология пришла, сама технология, наверное, останется. Проекты будут стоить больших денег, но есть ли те проекты, которые стоят больших денег уже на рынке, ну, это второй вопрос, на который, наверное, Сэм знает ответ. Я всегда думаю, что важно вернуться и вспомнить, почему мы все здесь. Блокчейн – это нестабильное системо, который позволяет платить транзакции между человеками или даже машинами. Это все, что мы будем использовать для того, чтобы… …вы… 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 И я думаю, что многие проекты в следующих месяц будут слегка филировать. Я думаю, что мы увидим первые ICOs, которые зарабатывали деньги назад. И некоторые могут пролонгать их жизнь, потому что криптовалюта, и они увеличились в цене, но многие компании в следующем году будут слегка филировать, что мы не имеем маркет, и первые стартапы начнутся филировать. И это, я думаю, будет очень интересная вещь. Однако, я думаю, действительно, в том числе и взглянем в том, как машины будут финансироваться с другими машинами, я думаю, что это интересно посмотреть в том, что люди, которые будут в этом space, которые будут очень маленькие, в инфраструктуре, А.И., машине-learning, компьютеры, и мы будут просто быть очень маленькими актерами. Но это очень круто, что мы сейчас и, я думаю, это самый большой трансфер в последние несколько лет, и, наверное, будет происходить в ближайшем и в ближайшем будущем. И это круто, что многие люди в центре этого трансфера не заинтересовались не заинтересовались за этот потенциал потенциал. Они вернули в возможность для блокчейн, и они вернули в потенциал для этого системы. И, вдруг, они находятся в центре для того, чтобы действовать на своих мечтах и предыдущих, и также иметь этот потенциал. И я думаю, это будет очень интересный как эти люди улучшают возможность создать почти утопическую версию своих мечтах, но они имеют возможность делать это. И я думаю, это будет действительно улучшение будущего. Спасибо. Это потрясающая идея. Вы переводите немного, да? Давайте я быстро подведу ток. Он сказал, что достаточно интересное будущее, потому что большую роль будут играть машины обучения, другие технологии, то есть человеческий фактор будет все меньшее влияние оказывать, и это, в общем-то, хорошо, потому что это предусмотрена системой, системой блокчейна, децентрализации, и это то, к чему мы идем. Другое дело, что интересно, какие проекты останутся, какие нет, потому что многие будут вытеснены с рынка по разным причинам, проектов становится все больше, и, соответственно, ну да, мы верим в светлое будущее блокчейна. Так. Отлично. А вот давайте сейчас еще завершающий вопрос. Вы начали говорить про децентрализованные биржи, да? Что, в принципе, также есть способ. Вот смотрите, один такой тонкий вопрос. Вот мы все здесь собрались, вот потому что, так или иначе, да, не просто крипто-каренси какие-то там, а именно биткоин существует, и он является главным локомотивом всего этого огромного паровоза криптовалюты, всей этого рынка. Так вот, биткоин существует, если мы посмотрим правде в глаза, потому что никто не знает его основателя, и никто не может ни СЕК, ни какие-то еще другие государственные структуры, не к кому приходить, да? То есть создана экосистема, в которой могут люди обмениваться ценностями, и одновременно никто не может быть ответственным за это. То есть честная, полная децентрализация. Так вот, если это взять в прогрессии, то мы видим, как бы, децентрализованные биржи, да? И, например, там, BitShares, которые, да, обладают кучей недостатков, у нас есть целая комьюнити, мы с ними там очень активно работаем, как раз гейты для них пишем. Вот. Но, если мы разобьем тему экосистемы на блокчейне, вот до того, на что претендует EOS и там NEM в том числе, то мы сможем, практически, все обменные операции, да, перевести полностью в децентрализацию, или не полностью. То есть, вот, процент децентрализации повысить так, чтобы мы могли гарантировать, что собственность, которую человек имеет на бирже, это именно его собственность. что, когда он совершает какую-то транзакцию, это не один централизованный сервер под чьим-то контролем сделал перевод, а если не захотелось, не сделал. А, это децентрализованная модель, в которой все уверены в том, что их собственность у них на кошельках. Вот, вы верите в, и вообще, Адара собирается какую-то часть проекта делать децентрализованным? Да, да. Может быть. У нас такая задумка, у нас гибрид exchange, потому что в будущем все придет абсолютно точно к децентрализованным биржам, но сейчас скорость протокола, блокчейн не позволяет делать транзакции с достаточной скоростью, чтобы в нормальном виде торговать. Вот. Может быть Bitfury создаст очень высокоскоростной импровмент эфира, и мы будем все счастливы. Сейчас мы работаем с NEM, но вариаций может быть много. Я уверена, что точно в будущем будут децентрализованные биржи. Я могу прокомментировать по поводу децентрализованных бирж немножко. Текущие технологии, которые сейчас есть, чисто технически не являются децентрализованными как таковыми. там есть масса недостатков, начиная от производительности, просто они не умеют делать транзакции достаточно быстро, чтобы это работало. И заканчивая тем, что некоторых из решений децентрализация на самом деле нет. фейковые. Нету, да. Вот есть, например, проект, который называется, по-моему, alt, что-то там, exchange, не помню точное название, и у них все как бы классно, красиво реализовано. вроде как это решение масштабируется, но при этом ключевой компонент системы, который обеспечивает масштабируемость и возможность переводить одни токены в другие, централизованно и находится под их контролем. То есть, вы собственный маленький приватный блокчейнчик. Это, кстати, одна из... Ну, мы... И государства часто вот такой блокчейн хотят, да? То есть, такой свой контрольный... Да, да. То есть, формально, как бы, они говорят, что нет, все децентрализовано. Фактически, оно централизовано и есть единая точка отказа в этом всем. Мы занимаемся этими вещами очень активно, но у нас пока это в процессе. То есть, у нас нет готового решения, которое мы готовы были предложить рынку и владельцам бирж, вот именно готовое коробочное решение, которое они могли бы взять и использовать. Ну, тоже future. Стэн, может быть, ты добавил что-то о децентрализованных взаимодействиях в будущем? Да. Я думаю... Я надеюсь, если вы говорите о том, слово future, это добавляет очень далеко в будущем, потому что это, я думаю, основной проблемой это, если вы хотите полностью децентрализацию и децентрализованных взаимодействий, то есть вы можете работать с децентрализованными ассетами и децентрализованными оборудованиями, но там нет, скалable блокчейн и децентрализованными и децентрализованными которые позволяют транзакции продаваться в реальном времени. Идет с децентрализованных Я думаю, что это не будет. Бинанс децентрализованных транзакций на секунду. Если вы берете это как индиктор для того, чтобы быть скалабельным … Если вы берете Иос, и если они децентрализованными то, блокчейн требуется это может быть хорош, но если вы тратите другую блокчейн или другую блокчейн не тратите до того, как делают бит бит ассет. Вы тратите бит эфириум или что-то такое. Вы можете строить эфириум там, но для фаст тратите это эфириум или хирург хирург и ответить но может быть нет. Я думаю, мы слишком 早 до тратите тратите до 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 от до 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 Если он поднялся в Аппл с $10 миллион, и он даже не поднимает несколько базис points, это, собственно, где мы должны идти. Если вы посмотрите на размеры ордер, которые нужны для этого типа ликвидности, нет ни одной блокчейн, которая может быть даже близко. Нет даже централизации, с очень хорошо думающимися моделами, это может быть близко к тому, что нужно для этого. Я не думаю, что централизация не так плохая. Это как для блокчейн, если вы не хотите использовать, если вы не любите, то не используйте, и двигайтесь к другому интернету. Но, например, в интернет-экшене, если у вас есть деньги на вашей валет, вы можете быть уверены, что деньги не будут стоят. И если вы все эти деньги на вашей валет, то есть, если у вас есть деньги на вашей валет, то есть вы факт, да? Или как вы можете сделать вашу валет? Я уверен, что если вы посмотрите на фонд, на average, то, как люди сейчас понимают, что они право владельцы, и как они работают с эти валетами, то, наверное, на average, они безопасны на вашей валет, чем в вашей валетах. Это может быть верно. Нормальные люди, да. Да. Это может быть немного conveniente, что вот когда за tax day, Иоанн Белина будет хакать за миллион. Но... Он... Вы можете хакать себя. Вы можете хакать себя. Я устрою с этим. Я устрою с большим изменением. Я надеюсь, что большинство с большинства. Но люди будут хранить. Ахраны могут хранить. Это ясно будет. В следующем году мы будем садить это. Но это тоже удовольствие. Если у меня есть деньги, кто-то может получить это. Я думаю, что если у нас есть такой проблемы, то это хорошая идея для проекта. И я думаю, что если мы имеем такие проблемы, то это хорошая идея для этого проекта. И я думаю, что мы двигаемся к этой идее, создавать hybrid-exchange, быть партнер-децентрализован, и тогда разработать платформу. Я надеюсь, что ЕОС будет дать нам продукт, и другие, как НЕМ, дать нам катапулт, и мы увидим, что это будет. Да, да, да. Мы вступим к будущему. Кто-то еще есть последние слова для идеи о будущем? Би-биткоин. Би-биткоин, да? Спасибо, всем. Это было огромное впечатление, что мы с вами поговорим. Спасибо, всем. 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 Я прослушал до конца, называется, «На граника». Садитесь в утро. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем. Спасибо, всем.